Дорогие друзья, всем привет! Привет, друзья мои! Рада вас всех видеть! Поставьте, пожалуйста, пятерочки в чате, если меня видно и слышно хорошо. Жду ваших пятерочек в чате. Кто впервые в зуме, внизу есть волшебный чат, который вы также смело можете писать. Когда я вас что-нибудь спрашиваю, потому что у нас с вами сегодня живая встреча, не вебинар, зум. Мы с вами здесь, чтобы пообщаться друг с другом, чтобы вы со мной пообщались, позадавали мне всякие вопросы. Поэтому смело пользуемся чатом, он нам будет в этом помогать. Так, вижу ваши пятерочки. Супер! Огонь! Замечательно! Значит, со связью у нас все хорошо, и мы с вами можем начинать нашу сегодняшнюю встречу. Сегодняшняя встреча наша посвящена животрепещущей теме для многих людей, которые хотят зарабатывать на фрилансе, либо хотят иметь некий дополнительный доход, либо хотят совмещать это все с офисной работы и так далее. Как вообще продавать себя, как находить клиентов, при том находить клиентов за адекватные чеки, а не за 2000 рублей, за хорошие адекватные чеки, за которые приятно работать, скажем так. И сегодня я подготовила это выступление, где расскажу вам основные причины, почему мы встречаемся с игнором от работодателей, когда мы отвечаем на всевозможные фриланс-вакансии. Я расскажу вам, как привлечь внимание своим ответом на вакансию. Я расскажу, как новичку без кейсов получить клиента. Кому это интересно, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат. Есть ли здесь сейчас среди нас новички или здесь все уже ребята, которые давно работают с контекстом, ну или недавно работают с контекстом. Мне надо понимать, какое у нас соотношение сегодня посетителей, кто совсем-совсем новичок и кто уже работает с контекстом. Вот кому из вас интересно узнать, как же новички без кейсов получают своих первых клиентов, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вот мы сегодня с вами об этом поговорим. Также я расскажу вам, как продавать себя дорого, то есть как не работать за 5000 рублей, а работать с чеком от 20. Мы с вами на реальных примерах сегодня рассмотрим основные ошибки при ответах на вакансии, поймем, как их не допускать. И мы сегодня с вами попрактикуемся в написании ответов на вакансии, то есть тоже у нас будет с вами практический блог, потому что я не хочу, чтобы вы просто сидели, смотрели на меня, как на телевизор. Я хочу, чтобы у нас сегодня с вами был такой интерактивчик, чтобы вам было интересно, ну и мне тоже радостно. Недавно я проводила опрос среди специалистов по рекламе, задавала вопрос, ребята, какая у вас вообще, ну, самая основная сейчас проблема при работе с клиентами. И примерно 8 из 10 мне ответили, что проблема в том, что клиенты не хотят платить много денег. Клиенты почему-то хотят платить мне 5000 рублей, а я хочу 50 лет, что делать? Вот кто из вас сталкивался с такой проблемой, напишите, пожалуйста, я с такой проблемой сталкивался. Вот давайте расскажите мне, да, какая у вас сейчас точка А. Вот какие чеки предлагают вам клиенты, да, либо, может быть, у вас сейчас какая-то проблема вообще в принципе, вы пишете ответы на вакансии, и у вас ничего не получается. Вот какая у вас сейчас точка А, с которой вы пришли ко мне сегодня на эту Zoom-встречу? Например, там, я отвечаю, но предлагают заказы только по 5000 рублей. Или, Лен, я там отвечаю, но мне никто вообще в ответ ничего не отвечает, что делать. Вот напишите, пожалуйста, да, в какой вы сейчас находитесь ситуации, чтобы я примерно понимала, да, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Так, я новичок, 12 поток. Супер, приветствуем вас, 12 поток. Ребята, привет вам, вы у меня там уже все на серединке, скоро начнем работать с реальными клиентами. Так, плюсики, я отвечаю, заполняем форму и все. Так, давайте остальные тоже подключайтесь. Ребят, вас тут много сидит. Давайте, мы тут с вами пришли поработать, да, не просто телевизор посмотреть. Для того, чтобы получить результат, нужно вместе со мной активно поработать. И, надеюсь, еще и весело. Давайте, какая у вас проблема, да, сейчас? Какая у вас точка? Пишу на вакансии, никто не отвечает. Или там пишу, предлагают заказы по 1000 рублей. Или там я еще вообще боюсь писать, и у меня панический страх вообще отвечать на вакансии. Я вообще новичок, и вообще боюсь, кому я нужен такой новичок на фрилансе. Я отвечаю, тишина. Так, дальше. Пишите, пишите, какие еще у вас проблемы? Многие не отвечают, но на Яндекс.Бизнес я уже закрыла два клиента с общей стоимостью 15 тысяч. Создание карточек. Супер! Людмила, видите, как здорово идти ко мне на флагманский курс и обучаться там еще и Яндекс.Бизнесу в том числе, чтобы учиться, как создавать карточки на Яндекс.Бизнесе и как их потом продвигать. Отвечаю на миллион вакансий, результата ноль. Так, миллион вакансий. Видите, то, что есть миллион вакансий, это уже хорошо, Оксана. Везде надо искать плюсы, правда? Всем привет, у меня почему-то нету звука. Полина, скорее всего, вы не нажали передачу данных через Wi-Fi, если вы через мобильник подключаетесь к этому зуму. Предлагаю тестовый период либо бесплатно, либо вот как сейчас за 8 тысяч рублей РСЯ Инфобизнес. Так, откликаюсь, но редко доходит до созвона. После созвона конверсия в оффер совсем низкая. Я тоже с 12 потоку. Есть пару желающих, но сама не прошу много. Говорю, что после запуска определимся с ежемесячной ценой. Так, ну, любовь, это как бы вопросик уже, да, к вашему мышлению, да, все-таки работа должна быть оплачиваема. За бесплатное, ну, никто не должен работать. Понятно, что когда вы начинающий, вы можете брать там первые 1-2 заказа по знакомым и делать их бесплатно. Но главное, чтобы вы с этим не затягивали, да, то есть вы нарабатываете опыт, а потом в этот опыт превращаете в деньги в любом случае. Многие пишут, что без кейсов конкретный ниш не рассматриваем. Так, я еще только учусь. Окей, супер. Хорошо. А какую вы хотите точку B? Вот вы сейчас пришли с этими проблемами, да, какой результат вы хотите получить? Вот какое ваше идеальное видение, как оно должно быть на фрилансе? Напишите, какая точка B, какой точке B вы хотите прийти? Ну, после этого зума, например, чему вы хотите научиться, да, что, как вы видите, идеальный фриланс. Например, я пишу, и мне все отвечают. Я пишу, меня приглашают на собеседование, и сразу я устраиваюсь за 50 тысяч в месяц. Пишите, какую вот идеальную картину вы перед собой представляете? Какая у вас точка B, к чему вы хотите прийти в итоге? После этого зума. Давайте, давайте, ребята, давайте, давайте, поактивней, поактивней, чтобы я вас долго не ждала, чтобы друг друга мы тоже не задерживали. Какая у вас точка B, к чему вы стремитесь? К чему вы хотите прийти? Вы же все на фриланс выходите, да, и у вас есть некая картина перед глазами, что вы хотите видеть. 60 тысяч. То есть Сергей хочет у нас закрыть сразу клиента на 60 тысяч. Прекрасная цель, Сергей. Я хочу клиента за 20. Так, Мария поскромнее, но тоже неплохо. 50% ответов. То есть Людмила хочет отвечать, и чтобы 50% людей на нее реагировали и приглашали на собеседование. Сразу закрывать клиента от 25 тысяч. Так. Взять одного-двух клиентов по 15-20 тысяч. Так. Найти интересный проект в будущем и закрыть его легко. Взять клиента от 30 тысяч. Супер. То есть у нас с вами идеальное такое видение, да, что мы хотим взять там одного-двух-трех клиентов, и каждый, чтобы был по 20-30 тысяч. Прекрасно. А как вы считаете, что вам мешает добиться этой точки B? Почему у вас сейчас не получается? Что вам мешает? Вы сейчас можете накидывать любые варианты. Я плохо говорю. Я стесняюсь. Я не знаю, что отвечать на собеседование. Я переживаю, что я навичал. Вот что у вас сейчас в голове? Вот как вы считаете, что вам мешает закрывать клиентов на 30, на 40, на 50 тысяч? Как вы считаете, что вам мешает? Нет опыта. Мало опыта. Неуверенность. Нет опыта. Так. Мало опыта. Незнакомая тема. Не дам результат. Пишу нецепляющие отклики. Неумело прохожу собеседование. Так. Нет кейсов. Мало опыта. Кейсы в конкретной нише. Нет кейсов в конкретной нише. 15 тысяч дорого для клиента. Так. Нужна практика. Мало опыта вообще. Немало навыков для хорошей работы. Боюсь, что не справлюсь. Угу. Значит, основные проблемы. И смотрите, у всех одно и то же. Вы все не одиноки, друзья. Я, поздравьте себя, вы не одинокие. У всех, видите, у всех одни и те же страхи. У меня нет опыта, страх не дать результата. Нет опыта и страх не дать результата. Ура, я не один такой неудачник. Алексей, себя нельзя называть неудачником. Вы все нарабатываете опыт в любом случае. Даже если вы отвечаете и никто на вас не реагирует, вы в любом случае в этот момент вы зарабатываете опыт. Я ответил, на меня не отреагировали, значит, в следующий раз я сделаю немножко по-другому. До тех пор, пока они начнут реагировать. Вот как это делать, мы с вами сегодня разберемся. Вот, вы видите, что вы не одни такие. Это уже, видите, какой мощный бонус, да, от нашей маленькой практики. Вы не одни такие, у всех такие страхи. И мы сейчас с вами будем разбираться, как с этими страхами бороться. Что нет опыта, я не дам результата и так далее. Значит, смотрите, сейчас мы с вами приступим, собственно, к вопросу, а почему так происходит, что вы отвечаете и на вас никто не реагирует. Да, вот там мы видели, миллион раз пишу и миллион раз мне никто не отвечает. Значит, все вы, кто у меня учились, все вы мои прекрасные, великолепные, потрясающие ученики, люблю вас всех нежно, целую вас в щечке. Вы все знаете, что такое классическая воронка продаж, потому что это первые уроки, которым я вас обучаю. Вы все прекрасно понимаете, что люди в интернете и вообще, в принципе, люди везде проходят некую воронку, прежде чем принять некое итоговое решение. Классическая воронка у нас выглядит как, сейчас вы видите у себя на экране, да. Человек сначала ничего не знает, ничего не хочет, потом он начинает интересоваться какой-то темой, потом он начинает исследовать эту тему, потом выбирает, делает свой выбор и, наконец, в итоге покупает. Вы все с этим прекрасно знакомы. Напишите, пожалуйста, слово «знакомы», если вы знакомы с этой схемой. Если вдруг сейчас присутствует здесь на эфире кто-то, кто не является моим учеником, ребят, то вот, пожалуйста, вам первый урок моего обучения. Что все у нас в интернете покупается, мы всегда проходим какие-то этапы воронки. И когда вы отвечаете на вакансии, друзья мои, и когда вы закрываете клиента, вы тоже по факту должны провести вашего потенциального клиента через эту самую воронку. А в конце вы, как такой, знаете, пирожок, вкусно пахнущий, да, что вы тот самый подарок, да, та самая услуга великолепная, которую в итоге клиент должен захотеть и купить. Если перекладывать эту классическую воронку на именно воронку поиска клиента, то этапы будут выглядеть следующим образом. Следующий этап – человек ничего о вас не знает и ничего от вас не хочет. То есть вы должны понимать, что люди ни черта о вас не знают. Это мы все, знаете, мы все привыкли думать, что я же такой красивый, я же такой классный, ну я же так много учился. Сейчас я как отвечу, сейчас как все захотят со мной работать. На самом деле это не так, ребят. Люди ничего о вас не знают. Люди обо мне многие ничего не знают. Все клиенты, которых я закрывала, они ничего обо мне не знали. Это самый первый этап воронки. Дальше человек интересуется вами, но он еще ничего не готов у вас покупать, он не готов предлагать вам контракт за 50 тысяч. Ребят, ну, алло. Ну, родовато как бы, да, рано. Никто не предлагает выходить замуж на первом свидании. Дальше человек начинает исследовать, приглашает вас на собеседование, он начинает к вам приглядываться. Дальше после собеседования он делает выбор, и дальше человек покупает. Если мы с вами говорим о классике, да, как мы это привыкли с вами видеть, перекладываем это на то, что, в принципе, вам всем знакомо. Первый самый шаг – это ответ на вакансию, когда мы просто тупо говорим человеку, эй, я есть, я существую, посмотри на меня. Дальше мы должны заинтересовать человека, дальше человек приглашает нас на собеседование, наш потенциальный клиент. Дальше на собеседование мы обсуждаем проект, и происходит, собственно, тададам, ради чего мы все это затеяли, договор, подписание договора, и работа с клиентом. И в чем основная ваша ошибка? Всех тех людей, которые сейчас жалуются, что, божечки, люди не могут предложить мне больше 5000 рублей, и вот это вот все, да, люди мне не отвечают и так далее. Вы пытаетесь себя продать на первом шаге. Вы пытаетесь продать себя в ответе на вакансию, когда человек ничего о вас не знает, ничего от вас не хочет. Вы почему-то упорно пытаетесь продать себя, сказать, что моя работа над вашим проектом будет стоить 50 тысяч рублей на первом шаге. Вот кто из вас пытался продать себя в ответе на вакансию? Напишите, пожалуйста, я такой или я такая. Кто из вас в ответе на вакансию усердно пытается себя продать? Ну, например, написать, что работа над вашим проектом будет стоить 50 тысяч рублей. Когда мы можем приступить с вами к работе? Кто из вас так делал? Напишите, пожалуйста, я так делал или я так делала. Давайте, ребят, не стесняемся, потому что все мы совершаем одни и те же ошибки на самом деле. Не переживайте, если вдруг вы считаете, что я какой-то лошара, и я делал такую ошибку. Нет, на самом деле, многие из вас совершают эту ошибку. Ну, давайте, пишите в чатике, пишите. Елен, можно я немножко влезу в разговор? Да, Рашат, привет. Кто знает Рашата, поставьте плюсики в чате. Кстати, вот вообще про свою ситуацию, то есть как вот у меня было. Вот, я когда пришел, ну, если кто не знает, меня зовут Рашат, вот, я наставник школы у Елены, и я пришел не новичком, то есть у меня был уже какой-то опыт, то есть я уже занимался почти год контекстной рекламой, и у меня тоже была такая вот проблема, я не мог, то есть ответить нормально на вакансию. И, как бы, у многих проблема, многие пытаются, как бы, показать, какой он классный специалист, да, показать себя. Вот, на самом деле, нужно показать, как вы можете помочь клиенту, то есть это основное, то есть как вы готовы решить его проблему, чем именно. И нужно, соответственно, обязательно представляться, то есть называть себя, да, имя писать в ответе. Обязательно нужно какой-то бонус ему, да, предложить в виде, там, аудита сайта, аудита рекламы, если у него есть. Вот, и вот, например, если сравнивать, я, как бы, сравниваю себя, то есть я, например, отвечал на 20 вакансий, ну, может быть, 1-2 ответили у меня. Вот, когда я начал делать все по, именно, как вот рассказывает Елена в уроках своих, как правильно отвечать, то у меня где-то 7 человек из 10 вот отвечало. Ну да, 7 из 10, конверсия 70 процентов, ребят. Кто хочет такую конверсию, поставьте, пожалуйста, восьмерочки в чате. Да, и уже, как бы, не я сам, то есть не они уже меня выбирали, а уже я среди них выбирал, с кем я буду работать. О, класс! Вот у кого мечта, чтобы не вас выбирали, а чтобы вы выбирали клиента? Поставьте, пожалуйста, восьмерочки в чате. Вот, поэтому, да, благодаря вот именно правильной структуре ответа, и как бы я сейчас нашел себе клиентов, и у меня прям нет сейчас необходимости именно в клиентах. Вот я когда сделал оптимизацию для своих нынешних, то буду искать еще там парочку. Просто время сейчас не позволяет заниматься. Слишком заварен клиентами, вот. Поняли, ребят? Главная правильная структура, о которой мы сегодня с вами поговорим, да? И сразу конверсия наша увеличивается. Сколько Рашад у тебя увеличилось? С 20 процентов до 70, да, ты сказал? Да, да. Клиенты отвечали, стали отвечать 8. Супер! Спасибо тебе большое, что поделился своим опытом. Я думаю, что ты дал мотивацию нашим ребятам. И сегодня мы как раз рассмотрим подробно, что это за такая структура, и как нужно отвечать. Спасибо большое, Рашад. Так, значит, я тут, вы тут накидали в чате, я предлагаю бесплатность перед началом, но стоимость на EFL нужно указывать. По поводу бесплатности мы сейчас тоже с вами поговорим, потому что многие из вас ее предлагают, но делают это неправильно. По поводу указания стоимости на бирже фриланса, безусловно, фриланс просит от вас указывать стоимость, и вы ее прописываете, но вы должны понимать, что это стоимость, ну, как бы клиенты понимают, что это неокончательная цифра, также вы можете и в тексте ответа писать, что условия работы мы должны будем обсудить с вами при личной беседе. То есть то, что вы должны указывать, да, безусловно, на бирже фриланса, да, но вы должны понимать, что то, что вы сегодня узнаете, это не только про ответы на бирже фриланса, это в принципе про ответы и на бирже фриланса, и на HeadHunter, если просто вы напрямую будете с клиентом, клиенту писать, например, да, увидели неправильно настроенную рекламу, и давай ему писать. Вот как правильно писать, мы сегодня с вами как раз таки поговорим. Так, знаем, привет, Рашат, все супер. Заканчиваем отклик, давайте созвонимся, за 15-20 минут познакомимся и обсудим задачи. Вам удобно? Среди фидбэк получаю, наверное, в 30% случаев. Так, я такая, 8-8-8-8, это круто, так, это круто, я тоже после просмотра уроков как отвечать на вакансии, стараюсь отвечать, как вычет Елена. Пока не очень получается, обратная связь есть, и это радует, нужно тренироваться. Почему не получается, мы сегодня как раз с вами поговорим. Итак, значит, основная проблема, которую мы выяснили, это то, что при ответе на вакансию вы пытаетесь сразу продать договор с вами, а вы понимаете, что переступив шаги воронки, перескочив их, невозможно сделать продажу, то есть вы в любом случае должны идти по этой ступеньке плавно, то есть вы должны каждым касанием, с потенциальным клиентом продавать каждый следующий шаг. То есть ваша великая, потрясающая глобальная ошибка, когда вы пытаетесь в первом шаге, отвечая на вакансию, продать с собой контракт тысяч так на 50, да, примерно у вас такое представление, я ему напишу, и он сразу согласится со мной работать за 50 тысяч. На самом деле это не так. Вы должны четко понимать, прям запишите себе, пожалуйста, это правило, чтобы оно висело у вас прям перед столом рабочим. Каждое касание с потенциальным клиентом должно продавать каждый следующий шаг. То есть ответ на вакансию должен продать заинтересованность в дальнейшем общении с вами. Дальше вы когда заинтересовываете, вы продаете идею прийти к вам с вами на собеседование. Дальше на собеседование вы начинаете уже обсуждать проект, и только в этот момент вы продаете себя дорого. Потому что во время как раз-таки собеседования вы когда рассказываете, какой вы прекрасный, вот здесь надо рассказывать, какой вы прекрасный, и как вы можете помочь клиенту, только в этот момент, собственно, и происходит закрытие клиента дорого. Все мои контракты на 100 тысяч, я, кстати, вам сегодня расскажу, как я проходила собеседование там с израильскими клиниками, с Канадой, с американским агентством. Кому это интересно, поставьте, пожалуйста, десяточки в чате. Я вам расскажу. Так вот, вся эта продажа, она происходила, друзья мои, только лишь во время собеседования, ни в коем случае не до. Ну, как, вот я вижу, вижу, как вам это интересно. Итак. Можно еще добавить? Хорошо. Да, вот по поводу тех, кто говорит, что многие говорят, что нужен кейс обязательно при ответе. Вот я так могу сказать, что первых, первых даже трех клиентов я вот нашел, то есть меня никто кейс не спрашивал. И в принципе, многие сейчас не спрашивают кейсы. Вы можете им предложить, например, тот же бесплатный аудит и также и скажете им, что вот с помощью аудита я покажу свою экспертность. То есть, сделать им подробный аудит, они смотрят и все могут вас спокойно выбрать. Спасибо. Мы сегодня поговорим как раз, что может давать новичок без кейсов, да, потому что вот это действительно частая проблема, что новички считают, что я знаю, на что вы реагируете. Вы просто видите, что часто в вакансиях пишут, скидывайте свои кейсы в этой нише, без кейсов не рассматриваем, и вот это вот все. Кто видел такие вакансии, поставьте, пожалуйста, плюсики в чате. Так вот, плюньте и разотрите. Ну, реально. Потому что, если вы адекватно ответите, как я вам сегодня расскажу, эти кейсы никому не потребуются. Ну, реально. Когда у вас будут кейсы, да, это хорошо. Кейсами всегда хорошо подтверждать свою экспертность. Но кейсы, это не то, что, вот знаете, вот только это дает нам клиентов. Ну, нет, конечно. Если бы так было, то никакие бы новички никогда бы в жизни не могли найти себе первых клиентов, вы же понимаете. Я вам там, кто за мной сидит в Инстаграме, вы видите, я там скриншоты выкладываю из наших чатов, наших учеников, там, нашего потока. Пишут, я закрыл клиента без кейса, я закрыл клиента без кейса. Как они это делают? Вот как они это делают, мы с вами как раз-таки сегодня рассмотрим. То есть, это можно делать. Видите, Рошад тому подтверждение тоже первые три клиента и все без кейса. Так что, кто пишет, что я боюсь, что нужны кейсы, нет, это не так, друзья. Итак, значит, мы уже с вами определились, что ответом на вакансию вы должны продать следующий шаг. Заинтересовать потенциального клиента, а ни в коем случае не пытаться продать себя там за пятьдесят тысяч. Дальше вы должны человека выводить на собеседование, всеми правдами и неправдами, мы с вами поговорим, как это делать. И дальше уже на собеседовании уже происходит продажа себя дорого, только на собеседовании и никак не в первом шаге. Понятно, да? Напишите, пожалуйста, понятно, потому что это очень важно, это основная ошибка, которую вы допускаете. И смотрите, продажа себя дорого на собеседовании, это отдельная тема, я сегодня не успею ее коснуться, то есть мы сегодня на этом зуме с вами рассматриваем только первый шаг, как отвечать на вакансию, чтобы заинтересовать потенциального клиента. Как уже дальше, что происходит на собеседовании, это уже как бы тема отдельного, даже не эфира, там целого курса лекций. Что происходит на собеседовании? Так что мы сегодня с вами рассматриваем первый шаг. Итак, как же нам, как мы заинтересовываем человека, потенциального клиента в наших услугах, да? Как мы выделяемся вообще на фоне всех остальных фрилансеров. Так, сейчас вы мне тут в чате накидали миллион всего, сейчас я гляну быстренько, да, чтобы ничего не пропустить. Так, десяточки, десяточки, ага, десяточки, плюсики, все, супер, понятно, окей. Итак, значит, структура, в принципе, те, кто у меня учится, вы знакомы с этой структурой, но я вижу очень, знаете, глобальную проблему, когда мы разбираем с вами на вебинарах обратной связи ваши реальные отклики, мы сегодня, кстати, разберем с вами реальные отклики, ту информацию, которую я вам даю, вы же понимаете, что люди ее воспринимают всегда через призму своего мировосприятия, да, я вам могу что-то сказать, а вы это воспринимаете совершенно по-другому. Как бороться с этой проблемой, я долго очень думала и, кстати, придумалась, чуть позже вам расскажу, как. Но факт в том, что вы знакомы, в принципе, да, те, кто проходил у меня обучение, вы знакомы с этой структурой, те, кто не проходил у меня обучение, вот это для вас новая структура, вы записываете ее. Значит, для того, чтобы заинтересовать человека, мы с вами должны сначала, кто знает, что такое айсбрейкер, напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас знает, что это такое. Айсбрейкер это, ну, в переводе на русский, это расколоть лед, скажем так. Эта технология используется в нетворкинге, то есть, когда вы, например, хотите познакомиться с каким-то человеком, который вам очень сильно интересен, вам очень сильно нужен по каким-то причинам. Это, например, на конференциях используется, да, когда вы хотите пообщаться со спикером. Используется айсбрейкер, то есть, это некая фраза, которая призвана растопить лед, то есть, по-русски говоря, это растопщик, ломаем лед. То есть, это технология, призванная растопить лед и обратить внимание незнакомого с вами человека на вас. Дальше мы должны с вами ответить на поставленный вопрос в вакансии, тот вопрос, который в вакансии пишет потенциальный работодатель. Дальше мы показываем серьезность наших намерений, то, что мы не просто мимо проходили и шаблоном ответили, да, а то, что мы реально заинтересованы в этом клиенте. Для этого мы отправляем некую бесплатную суперполезность. Мы сейчас поговорим, что это такое. И, конечно же, призыв к действию. Значит, сейчас мы подробно с вами рассмотрим каждый из этих этапов. Значит, что такое айсбрекер? Я, когда я учу своих учеников, я там, значит, рассказываю вам, ребята, ну, пишите, например, мне очень хотелось бы поработать с вашей нишей. И потом смотрю, все мои ученики пишут одну и ту же фразу. Мне очень хотелось бы поработать с вашей нишей. И все пишут одно и то же. Я такая думаю, ну, блин, ну, ладно, мы с вами потом об этом поговорим еще про мои мысли на этот счет. Но на самом деле айсбрекеров может быть очень много. Но важный нюанс, смотрите, вот сейчас важный нюанс, прям запишите это себе. Айсбрекер нужен только тогда, когда в вакансии мало вводных данных. То есть, если вакансия звучит, например, типа, нужна настройка контекстной рекламы. Вот в этом случае нужен айсбрекер. Если же в вакансии подробно описано, нужна настройка контекстной рекламы, сайт такой-то, мы хотим получить такую-то рентабельность. Напишите, пожалуйста, сколько будет стоить цена клика, какие примерно нужны бюджеты и так далее. То есть, если в вакансии вы видите подробное описание, тут айсбрекеры не нужны, они будут лишними. Тут айсбрекер будет восприниматься, как, знаете, как просто вы говорите что-то в воздух. Там сразу мы начинаем с конкретного ответа на поставленный вопрос. Но если мы видим короткую вакансию, где нет никаких вводных данных, в этом случае мы используем айсбрекер, чтобы обратить на себя внимание, потому что все остальные фрилансеры, которые отвечают на эту вакансию, они будут отвечать по минимуму. Типа, ну, например, вакансия, нужно настроить контекстную рекламу. И все будут отвечать, я готов вам настроить контекстную рекламу, давайте созвонимся, цена моей работы 20 тысяч. Все будут отвечать так. Вы должны быть умнее, и вы должны начать с айсбрекера. Я повторюсь, айсбрекеры могут быть разные в зависимости от каких-то вводных данных, которые там могут быть. Если вообще нет никаких вводных данных, тогда, конечно, нам очень сложно написать какой-то конкретный айсбрекер, и мы тогда пишем что-то общее. Ну, типа, с удовольствием возьмусь за ваш проект, как раз освободилось место, и у меня есть там 4 часа на плотную работу с новым проектом. Ищу себе интересного клиента. Если же есть некие вводные данные, например, нужно настроить контекстную рекламу для кондитерской. Вы в этом случае можете писать, моя жена кондитер, поэтому тема онлайн-школ для кондитеров мне невероятно близка, или там для кондитерской. Готов взять ваш проект, да, и дальше, собственно, идете по схеме. Или там, например, нужна контекстная реклама для пиццерии. Я большой любитель пиццы, каждые выходные ходим всей семьей, поэтому с удовольствием поработаю в пиццерии. Это варианты айсбрекеров. То есть вы должны понимать, что их великое множество в зависимости от того, кто перед вами, кто ваш клиент. Или, например, да, очень частый вопрос от новичков, а что делать, если я там с нишей не работала вообще, что отвечать в этом случае. Вы можете писать там, я не работал в теме систем кондиционирования, но мой брат занимается этим 15 лет, и я смогу мучить его целыми днями насчет особенностей этого бизнеса. То есть вроде как, знаете, там шутку вернули, вроде как что-то по теме сказали, и все, как бы растопили лед. То есть клиент уже, потенциальный клиент обратил на вас внимание. Поэтому, вот опять же, да, я вам говорю, что очень многие ученики воспринимают мои советы через такую призму своего восприятия. Когда я говорю, ребята, пишите какие-то эмоциональные подводки, ну, например, как я хотела бы поработать, мне было бы очень интересно поработать с вашим проектом, и все начинают писать одно и то же. Старайтесь, да, все-таки как-то разнообразивать ваши ответы, да, и как-то их адаптировать под того клиента, с кем вы планируете работать. Значит, уже сказала, что Icebreaker нужен, когда мало вводных данных. Если вводных данных достаточно, то мы сразу начинаем отвечать на поставленный вопрос без прелюдий, потому что окно внимания у людей очень маленькое. Если они в первом предложении, если вы их не зацепите первым предложением, они дальше ваш ответ считать не будут. То есть, когда вы пишете там первую фразу «Добрый день!» Я с удовольствием поработаю с вашим проектом. На этом моменте уже люди могут все терять интерес к вам, да, потому что стандартная фраза, все, они потеряли интерес, если они дальше даже не читают. Если у вас достаточно вводных данных, то мы сразу начинаем отвечать на поставленный вопрос. Как это делается, сейчас мы будем рассматривать на конкретных примерах. Дальше. Бесплатная суперполезность. Вот то, что многие новички переживают, что, господи, как же я буду закрывать клиентов без конкретных кейсов. Мы заменяем кейсы другими вещами. Мы заменяем кейсы другими вещами. Какими вещами? Я конкретно у себя на курсе обучаю делать шесть разных вещей, скажем так, не знаю, как это назвать, вещей. Шесть бесплатных полезностей, которые вы можете давать. Притом я скажу, что в целом по рынку, по российскому рынку, принято делать аудит рекламной компании и принято делать просчет бюджета. Все остальные четыре пункта, которые вы здесь видите, на российском рынке не делает никто. Это делают только мои ученики. И я вас обучаю, как это делать. Я обучаю, как делать аудит сайта для клиента, аудит рекламной компании, анализ конкурентов, просчет бюджета рекламной компании, декомпозицию перед запуском рекламной компании и разработку начальной рекламной стратегии. То есть, когда вы новичок и вы отвечаете на вакансию, вы говорите, я для вашего проекта разработал начальную рекламную стратегию. Ознакомьтесь, пожалуйста, с файлом в приложении. Все. Вот как уже сказал Рошад, что он закрыл первых трех клиентов. Да почему он закрывает? Потому что он дает вот эти бесплатные суперполезности. На самом деле, сделать это, первую полезность вы будете делать долго, сразу вам скажу. Вы будете делать ее, наверное, минут 60-120. То есть, примерно 2 часа вы на это потратите. Последующие, когда вы будете отвечать следующим клиентам, вы будете делать это очень быстро. То есть, на самом деле, это то, что делается не очень много, это не очень трудозатратно, скажем так. И я скажу вам по своему опыту, все мои клиенты, которых я закрывала, например, крупнейшая израильская клиника Топ-Ихилов, очень хорошие ребята, да, и в денежном плане в том числе. Когда я отвечала на эту вакансию, я потратила 5 часов, чтобы сделать для них разработку начальной рекламной стратегии. Я сидела 5 часов, и вы считаете, что я такая, ой, вы знаете, у меня вообще-то опыт там 13 лет, я вообще-то как бы хороший специалист, я не буду вам ничего делать бесплатно. Вы считаете, что я так сказала? Нет. Если я вижу клиента, с которым я хочу работать, я потенциально понимаю, что мне он интересен, а я это вижу по описанию, там прям было написано, клиника израильская, там нам надо то-то, то-то, то-то. Я вижу это по описанию, я понимаю, что я хочу этого клиента закрыть. Я 5 часов сидела, целый день я сидела, писала разработку начальной рекламной стратегии. Потом я вывела его на собеседование, и дальше я его закрыла уже на чек, там был он гораздо больше, чем 100 тысяч. То есть вот так это делается. Поэтому когда вы там спрашиваете, Лена, а вот долго писать там бесплатные какие-то штуки, долго это делается, но вы поймите, что для клиентов, которые вам, ну типа интересно или не интересно, ну типа вы сами не понимаете, интересно или нет, вы можете делать эти аудиты довольно быстро, ну там минут 15 на это тратить. Если же вы хотите прям, вы видите клиента, которого вы хотите, вы можете прям, знаете, потратить так хорошо время и прям прописать такой аудит, чтобы он там офигел. Как это делается, мы с вами поговорим. И в конце, и в конце мы, конечно же, заканчиваем призывом к действию. И опять же, сейчас я вам на реальных примерах покажу, что вы многие воспринимаете мои фразы через призму своего восприятия. Вы сейчас поймете, о чем я говорю, и в чем вы потом ошибаетесь. Но вы в любом случае должны все свои ответы на вакансии заканчивать призывом к действию. Например, предлагаю созвониться и обсудить детали вашего проекта. Так будет гораздо быстрее. Если выберете меня исполнителем, сможем обменяться контактами. Это конкретно для биржи фриланса, потому что вы не можете там обмениваться контактами, пока вы не стали исполнителем по какому-то проекту. Итак, сейчас мы с вами разберем реальные ответы и как раз-таки посмотрим, как в реальные ответы встраивается вот эта структура, которую я вам рассказала сейчас. Так, сейчас я вам открою файлик. Лен, приветствую. Можно пару слов? Да, Антон, привет, привет, привет. Вот как раз хотел... У меня сегодня день наставник. Кто знает Антона, поставьте плюсики в чате. Да, да, кто не знает меня, меня зовут Антон. Я наставник в школе Елены. Кто еще не успел к нам прийти учиться, обязательно приходите, будет весело. Кто уже успел прийти, тогда всем привет. Вот хотел подтвердить твои слова касательно того, что бесплатные полезности – это очень круто. И это действительно на самом деле классная вещь. Я до сих пор помню одного из своих первых клиентов, которому как раз-таки проводил начальный аудит рекламной кампании. И помню очень хорошо реакцию клиента, когда я ему направил этот аудит, он его прочитал, и там было буквально два предложения. Офигеть, давайте начинать работать. И скажу, что практически все клиенты, с которыми я делал бесплатный аудит, практически со всеми мне удалось заключить дальнейшее сотрудничество и начать работать. Супер, класс. Спасибо, что рассказал о своем опыте, потому что многие новички считают, ну вот я сейчас буду время тратить, вот я сейчас буду сидеть, а этот клиент мне потом не ответит. На самом деле, если делаешь классный аудит, то там 80% что ты этого клиента закрываешь. Да, да, это действительно так, потому что клиент сразу наглядно видит, какие есть плюсы, какие минусы в рекламе, сразу понимает то, что мы разбираемся в этом, раз мы на это указываем, предлагаем какие-то рекомендации, и, соответственно, там уже просто, скажем так, немножко где-то улыбнуться, где-то, скажем так, какие-то приятные сласкать, что-то пообещать, рекомендации дать, и уже процесс начинает идти, уже диалог выстраивается. Ну ладно, шаблон аудит этот ты брал у нас в обучение, у меня? Конечно, конечно. Все шаблоны аудитов я даю всегда в обучение. Я и составлял свои первые аудиты, конечно. Все шаблоны я, конечно, даю, и на основе этих шаблонов все, собственно, ребята мои делают эти прекрасные ответы, прекрасные аудиты, и потом закрывают своих клиентов. Поэтому если вы переживаете, что там я новичок без кейсов, не надо переживать, все закрывается с помощью вот этих бесплатных болезняшек. Итак, давайте же теперь посмотрим с вами конкретные вакансии, да, как на них отреагировать. Это реальные, это вот то, с чем ко мне приходили мои ученики на разбор. Я убрала тут все фамилии, да, чтобы никто там не обижался или еще что-то. Все фамилии убрала, все совершенно анонимно. Это реальные ответы, как отвечают на вакансии, и мы разберем, где сделаны были ошибки и как надо было ответить. Значит, смотрите. Текст вакансии. Необходимо протестировать директ в тематике дизельных форсунок. Необходимо протестировать контекстную рекламу, понять цену клика и выгоду. Сайт. Дается сайт. Дальше. В отклике напишите стоимость работы, необходимое время для настройки и теста. Также, если есть примерное понимание стоимости клика, будет отлично. Сейчас, смотрите, я сейчас прочитаю ответ ученика, и вы сейчас должны будете мне написать, где он сделал ошибку. Давайте сделаем такой интерактивчик, да, потому что знания всегда гораздо лучше укладываются у нас в голове, когда вы начинаете в этом принимать активное участие, да, не просто смотреть как слушатели. Я сейчас зачитаю ответ ученика, и вы мне в чате, пожалуйста, напишите, в чем ошибка в этом ответе. И дальше мы вместе разберем. Итак, ответ. Илья, доброго времени. Сделал экспресс-аудит вашего сайта. Очень удобный с точки зрения навигации, но есть нюанс, который может понизить конверсию. Кнопка такая-то никуда не ведет. Это вводит в заблуждение и понижает конверсию сайта. Скриншот можно посмотреть по такой-то ссылке. Чтобы понять стоимость клика, нужна работающая компания и значимые статистические данные. В любом случае стоимость клика снизится при оптимизации компании. Настройка компании займет 7 дней. Потом проводим оптимизацию, корректировку ставок, отключение неработающих объявлений, регионов, повышение CTR и конверсии. Стоимость работы 16500. Когда вам будет удобно связаться, чтобы обговорить детали? Как вы считаете, в чем ошибка? Какую ошибку допустил ученик, отвечая на вакансию? Пишите, пожалуйста, ваше мнение в чате. Тут нет правильного или неправильного ответа. Не бойтесь дать неправильный ответ. Я просто хочу, чтобы вы сейчас вчитались в этот ответ и просто подумали, как вы считаете, как вы считаете, что здесь неправильно. Почему клиент не отреагировал на этот ответ? Как вы считаете, что здесь неправильно? Ответ на вопрос рекламодателя. Уже все рассказал, зачем встречаться. Стоимость услуги. Выгоды не показал. Стоимость нужно указать хотя бы от. Так, давайте, давайте. Накидывайте варианты. Неправильных нет ответов. Мне важно просто, чтобы вы попытались поразбираться, поразбираться, что здесь не так. Тогда вам будет легче потом самим отвечать. Не нужно было назначать окончательную цену. Про стоимость клика. Так, видите, одновременно смотрим текст вакансии. Я сейчас, может быть, уменьшу вам. Тут важно, конечно, смотреть еще одновременно текст вакансии. Может, примерную стоимость клика, а то за свои услуги указал цену, а выгоды нет. Так, так, ну, есть уже некоторые верные ответы, да? Есть уже некоторые верные ответы. Не указал примерную стоимость клика. То есть за свои услуги указал, за клик не указал. Так, 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 так. Значит, смотрите. В целом, да, вы в правильную сторону смотрите. Но на самом деле, да, здесь немножко поглубже нам с вами надо копнуть. Мы для того, чтобы оценить, насколько правильно или неправильно может клиент спрашивать стоимость теста. Окей, ну, смотрите. Нам с вами очень важно… Сейчас, секунду, я звук выключу, а то у меня тут огоньки летят. Огоньки летят, мешают мне. Сейчас я выключу звук. Значит, для того, чтобы понять вообще, в принципе, что отвечать клиенту, достаточно просто вдумчиво прочитать текст вакансии. И когда я вам говорю вот здесь вот, да, что важно отвечать на поставленный вопрос, да, видите, тут очень много вводных данных. В вакансии много вводных данных. Клиент дал нам сайт, клиент задал конкретные вопросы. Нам тут не надо делать уже никакие айсбрейкеры. Мы тут можем заинтересовать клиента, сразу отвечая на поставленный вопрос. А какой тут вопрос-то основной, ребята? Смотрим внимательно вакансию. Необходимо понять цену клика и выгоду. Если есть примерное понимание стоимости клика, будет отлично. Он два раза написал вам про стоимость клика. Это то, что он хочет от вас услышать. Здесь же в ответе ученик начинает ответ с того, о чем его не спрашивали. Притом я понимаю логику ответа. То есть это мой ученик, он посмотрел мой урок, где я говорю, что надо давать бесплатную полезность. Но посмотрите, как тут неправильно интерпретируются мои слова. Да, бесплатная полезность – это хорошо. Но какая бесплатная полезность была бы полезна конкретно этому клиенту? Давайте пишите в чат. Конкретно этому клиенту какую бесплатную болезняшку нужно было дать? Вот я вам подсказку даю. Даю подсказку. Вот все наши бесплатные полезняшки. Какую бесплатную полезняшку нужно было дать конкретно этому клиенту, чтобы заинтересовать его? Расчет бюджета. Расчет бюджета. Расчет бюджета. Расчет бюджета. Ну, конечно. Ну, конечно же. Ну, конечно получится. Это откуда-то, не помню откуда, но там была такая фраза. Конечно, расчет бюджета. Посмотрите, когда мы начинаем с вами вдумчиво вчитываться в текст вакансии, ответы сами приходят к нам. Ученик начинает свой ответ, давая бесплатную полезность, но он дает не то, что нужно конкретно этому человеку. Не ту он полезняшку дает. Мы же должны с вами не бездумно давать полезняшки, а давать те полезняшки, которые нужны конкретно этому человеку. А тут прям просится, кричит, дай мне расчет бюджета. Я же вас обучаю, как делать медиапланирование, да, что Яндекс нам позволяет просчитать примерную стоимость клика еще до запуска рекламы. Но мы могли с вами тут пойти еще дальше, чтобы добить окончательно этого клиента, чтобы он охренел вообще от того, какие мы с вами специалисты, и бабахнуть ему декомпозицию сверху. Вы все у меня получаете вот такие прекрасные таблицы. Кто знает эту таблицу, поставьте, пожалуйста, плюсики. Вы все в обучении получаете эти таблицы. Спасибо, кстати, Роману и Ирине Мурадовой, которые делали эту таблицу. Это их детище. Я просто немножко адаптировала это под новичков, потому что эта таблица была для более серьезных ребят, для более опытных. Но вы могли добить этого клиента, чтобы он просто пришел к вам уже цопленьким. Вы могли сделать не просто расчет бюджета со стоимостью клика, а просчитать выгоду рекламной кампании еще до запуска. То есть вы могли проставить примерные цифры, средние по рынку. Средние по рынку цифры я тоже вам даю у нас в обучении. И показать клиенту, что ваша рентабельность рекламы будет там, например, 400% еще до запуска рекламной кампании. Кстати, по поводу, как делать правильно декомпозиции, тоже я вам сейчас скажу, потому что многие тоже делают это неправильно. Как должен был выглядеть ответ, чтобы закрыть этого клиента с вероятностью 80%? Как надо было отвечать? Как я бы ответила? Илья, это так зовут работодатели. Контекстная реклама прекрасна тем, что результат можно просчитать еще до запуска. Я взял ключи по вашему проекту и сделал расчет бюджета. По этому расчету, смотрите теперь внимание, я пишу цифры прямо в ответе. Я не говорю клиенту, иди и посмотри файлик, потому что клиент может и не пойти. Если вы не заинтересовали его в ответе, он ваши файлы смотреть не будет. Напишите, пожалуйста, понятно, если это понятно. Наша задача заинтересовать его нашим ответом. Помните, мы продаем каждый следующий шаг воронке. А чтобы заинтересовать, мы прямо в ответе должны расписать цифры. По этому расчету при бюджете, например, 50 тысяч рублей, вы получите 350 кликов. На основании этих данных я сделал декомпозицию при условии, что конверсия вашего сайта не менее 10%. Вот это я беру среднерыночные цифры. Я не спрашиваю это у клиента, потому что все это на самом деле должно обсуждаться уже на следующем этапе собеседования. Но чтобы заинтересовать его, я уже даю ему примерные расчеты. Понимаете логику? Напишите, пожалуйста, десяточки, если сейчас вам это становится более понятно. При конверсии вашего сайта не менее 10% и в среднем чеке 15 тысяч рублей рентабельность рекламы будет 450%. Вы еще рекламу не запустили, а уже даете ему цифры. Это то, что нужно клиенту, это то, что он хочет. Понимаете? И вы говорите, все расчеты вы можете посмотреть в таблицах, там есть и стоимость клика, таблицы я вам прикладываю. И вот когда он это прочитает, он уже побежит открывать ваши таблицы. Он уже понесется голопом, чтобы открыть ваши таблицы. Понятная идея? А если вы просто напишите, я сделал расчет, посмотрите, пожалуйста, таблицу. Какова вероятность, что он пойдет и посмотрит? Какова вероятность? Фиг да нифига. Мы должны заинтересовать. А заинтересовать мы можем, когда даем конкретные цифры. Понятно? Дальше вы пишете call to action, призыв к действию. Предлагаю созвониться и обсудить детали вашего проекта. Тогда я смогу добавить в таблицу реальные цифры, и вы сможете увидеть более точный прогноз по своему проекту. Сейчас многие цифры – это гипотезы с моей стороны. Выберите меня исполнителем и сможем обменяться контактами. Понимаете логику ответа? Вот как вы считаете, какова вероятность того, что человек отреагирует, когда увидит такой ответ? Напишите, пожалуйста, как вы считаете, какова вероятность реакции со стороны работодателя, если он увидит такой ответ? 90%. 90%, 100%, да. То есть понимаете разницу в ответах. Дальше рассматриваем следующие примеры. Текст вакансии. Нужно сделать единоразовую настройку контекста рекламы в Яндексе. Очень мало вводных данных. Практически нет. Вот ответ ученика. Артем, доброго времени. Дайте, пожалуйста, ссылку на сайт, сделаю бесплатный аудит. Просто настроить и запустить или настроить, запустить и оптимизировать. Я готов, когда мы сможем созвониться, чтобы пообщаться более детально. Что вы видите в этом ответе? Отреагировали ли вы, отреагировали бы вы на такой ответ со стороны фрилансера? Что вы здесь видите? Смотрите, я как бы, да, чтобы долго не ждать ваших ответов, я уже буду сама, да, говорить. Во-первых, как я это воспринимаю и как это воспринимают работодатели. Отдайте, пожалуйста, ссылку на сайт, сделаю бесплатный аудит. Зачем? Смотрите, вот тут ученик отвечает по моей схеме. Он пытается. Так, вы меня видите, слышите, а то у меня сейчас уведомление, что мое интернет-соединение неустойчиво. Вы не нормально, не подвисаю я? Все хорошо? Напишите, пожалуйста, хорошо, если все хорошо. Норм, норм, видим. Окей, супер. Смотрите, здесь ученик идет по моей схеме. Дать бесплатную полезность, да? Но посмотрите, насколько неправильно это сделано. Если вы хотите что-то дать, вы должны сразу дать, а не спрашивать, давайте я вам ее дам. И посмотрите, если вы что-то предлагаете, вы должны дать причину, ну, то есть выгоду клиенту, а зачем ему это надо. Смотрите, дайте ссылку, сделаю бесплатный аудит. У меня сразу вопрос, а зачем? Что у меня с твоего бесплатного аудита? И теперь сравните. Дайте, пожалуйста, ссылку на ваш сайт, я сделаю бесплатный аудит вашей рекламной кампании и распишу вам основные ошибки в вашей рекламной кампании, где вы сливаете рекламные бюджеты. Понятна разница? Я сказала, что вы сливаете ваши рекламные бюджеты, я сделаю аудит, и вы поймете, где вы их сливаете. А не просто я сделаю бесплатный аудит ради бесплатного аудита. Клиент должен четко понимать, какую выгоду будет нести ваш бесплатный аудит, ваш бесплатный расчет, ваше бесплатное там что-то. Клиенту что с этого? Вы должны это описывать, клиенты этого не понимают. Если вы считаете, что клиенты понимают, зачем вы это делаете, они не понимают, ребята, открываю вам глаза, не понимают они. Вы должны писать, зачем вы делаете аудит, я покажу вам, где вы сливаете деньги. Напишите, пожалуйста, плюсики, если это вам теперь становится более понятно и очевидно. Дальше. Просто настроить и запустить, или настроить, запустить и оптимизировать. Значит, смотрите, вы, кто у меня учится, вы прекрасно знаете, что рекламную кампанию запустить – это всего лишь полдела. Основная работа начинается после запуска, когда мы начинаем видеть реальную статистику, когда мы начинаем видеть реальные цифры, мы обязаны оптимизировать рекламу. Мы не имеем морального права настраивать рекламу и дальше говорить «я настроил, до свидания». Вот так нельзя делать. Если вы берете клиента, вы обязаны вести его месяц. И вы это должны проговаривать. Вы должны это проговорить, что настройка рекламы без дальнейшего, как минимум, месячного сопровождения не имеет смысла. И вы это должны говорить клиенту, потому что клиенты этого не знают. Они этого не понимают. Они считают, что что-то ты там настроил, и оно дальше после этого 100-500 лет само по себе работает. Это не так, и вы должны об этом говорить. И теперь смотрите формулировка. И тут опять же ученик все делает, как вроде бы я учу. Я говорю, делайте призыв к действию. Но посмотрите, какой призыв к действию, как он выглядит. Когда мы сможем созвониться, чтобы пообщаться более детально? В каких случаях мы говорим такую фразу? Эта фраза говорится, когда у вас уже есть одобрение со стороны клиента, что да, я готов с вами работать. Ну типа, ну что, работаем, работаем. Ударили по рукам, и вы говорите, когда можем созвониться, когда вам удобнее. А когда вы говорите это клиенту, который про вас ни черта не знает, вы первый раз ему пишете, он вообще не знает, кто вы. И вы ему говорите, ну что там, когда будем созваниваться? Когда можем созвониться? Вы понимаете, насколько это нелогично? Насколько эта фраза нелогична, когда вы пишете ее человеку, который не дал вам своего принципиального согласия на работу совместную. И посмотрите, как по-разному вы воспринимаете то, что я вам говорю. Вы это все воспринимаете через свою призму. Я вам говорю, делайте призывы к действию. Мои призывы к действию как звучат? Предлагаю созвониться и обсудить детали проекта. То есть я предлагаю это. А у вас это трансформируется в том, как вы это воспринимаете. Во фразу, когда мы можем созвониться, чтобы пообщаться детально. Вы понимаете эту разницу? Напишите, пожалуйста, понимаю, если вы понимаете. Либо напишите не понимаю, если вы пока ее не особо ярко видите. Просто на самом деле вот эти вот тонкие моменты, тонкие нюансы написания, буквально одно слово, и ваша фраза уже по-другому воспринимается. Буквально одна деталь, и все, и ваша фраза совершенно по-другому звучит. Понимаю, понятно, понятно, понятно. Супер. Теперь, как я бы ответила на эту вакансию? Вот у нас вакансия, нужно сделать единоразовую настройку контекстной рекламы в Яндексе. Что я бы написала? Я бы написала. Артем, добрый день. Я не рекомендую делать именно единоразовую настройку, так как контекстную рекламу необходимо оптимизировать минимум месяц, чтобы она не тратила ваши рекламные бюджеты впустую. Делается это на полученной статистике, поэтому сделать полную оптимизацию до запуска рекламы невозможно. То есть, видите, я описываю, почему нельзя запустить и забыть. Я рассказываю об этом клиенту в одном абзаце, коротком. Дальше, я пишу, в настройку всегда должна входить оптимизация, минимум месяц. Уточните, пожалуйста, что у вас за проект. Видите, уже призыв к действию идет. Уточните, пожалуйста, что у вас за проект. Я тогда смогу вам сказать стоимость настройки и оптимизации в течение месяца. Понятна разница? На какой ответ заказчик с большей вероятностью отреагирует? Вот на этот или на этот? На мой или на ответ ученика? Да, пишите в чате. Пишите в чате, на какой ответ человек с большей вероятностью отреагирует. На мой или на ответ ученика? Давайте, давайте, пишем, 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 пишем. На последний, на Елена, да. И давайте еще одну посмотрим. Аудит рекламной кампании на нишу детские игрушки. Да, как отвечать здесь, потому что здесь тоже довольно мало вводных данных. Как ответил ученик? Готов сделать аудит. Нужен доступ к рекламному кабинету. Когда сможете предоставить? Бонусом сделаю бесплатный аудит сайта на предмет повышения конверсии. Значит, опять же, да, большая ошибка. Вот это вот с наездом. Когда сможете предоставить? Да, вот так вообще нельзя писать в принципе. И вообще, когда, смотрите, когда просят предоставить аудиты, для новичков это очень сложные вакансии. Я на самом деле не рекомендую вам на них отвечать, честно говоря, потому что вряд ли вы выделитесь на фоне, выделитесь на фоне людей, которые более опытные. Потому что как надо отвечать на такую вакансию? Добрый день, я специалист по повышению эффективности рекламных кампаний. И провел уже более 15 аудитов, в результате которых клиенты повысили продажи минимум в два раза при тех же рекламных бюджетах. Видите, я рассказываю результат моего аудита, чтобы заинтересовать человека, почему нужно делать аудит именно у меня. Поэтому для новичков это довольно скользкая тематика, потому что если вы раньше аудиты не проводили, вы не можете такого написать. Ну, это очевидно, да? Ну, а когда у вас уже будет опыт, например, нескольких аудитов, работы с несколькими клиентами, вы уже можете писать именно по такой структуре, что я проводил аудиты, результаты моих аудитов вот такие, и я с удовольствием проведу аудит для вашей рекламной кампании. Да, то есть пришлите, пожалуйста, доступ к вашей РК, проведу аудит в течение двух рабочих дней и вышлю вам подробный отчет, где вы теряете деньги. Понятна логика? Когда вы новичок, в принципе, ну, вы напишите, готов сделать аудит, но вряд ли это как-то зацепит внимание потенциального клиента. Понятно? То есть тут лучше с аудитами вы можете отвечать, но особо на них рассчитывать я бы как бы не стала. Это именно когда в вакансии просят сделать конкретно аудит. Понятно, да? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если это понятно. И я хотела в финалочке разобрать вопрос, мне прям задал ученик, прислал мне всю переписку со своим клиентом и задал вопрос, Лена, а почему мне клиент поставил отказ? Кому интересно рассмотреть эту переписку, чтобы я дала комментарии, почему здесь был отказ? Напишите, пожалуйста, мне интересно. Сейчас мы с вами вернемся к этому вопросу. Значит, вообще вот я надеюсь, что вы заметили, да, что вот я вам все это рассказываю, как надо отвечать, да, и вы заметили, что я даю рекомендации, вроде бы ученики делают по тому, как я говорю, но при этом все пишут через свое, через призму своего восприятия. То есть я говорю, давайте call to action, и вы вроде бы как даете, но эти call to action, они немножко не такие, да, ну, например, как в данном примере, типа, когда сможете предоставить, да, доступ к сайту, или когда мы можем с вами созвониться, а надо немножко писать помягче, да, чтобы не наезжать. Это воспринимается как наезд, а надо писать помягче, чтобы это воспринималось наоборот, как забота о клиенте. То есть вы все равно пишете через какую-то призму своего восприятия, и вы вроде бы все делаете, как я вам говорю, а не получается. А почему не получается? Потому что вы пишете своими фразами то, как вы это воспринимаете, то, как вы это понимаете. И именно поэтому у нас происходят вот эти вот истории, что вы вроде бы пишете, а реакции никакой нет. И проблема в том, что я всегда, когда вам даю эти рекомендации, я думаю, что, ну, я же так все объяснила понятно, вот надо делать так, 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 и они иду, и делают. Я вас учу, как будто бы, если бы вы мыслили, как я, но оказалось, что вы – это не я. Как бы оказывается, что вы не можете мыслить, как я. У вас нет такого бэкграунда, как у меня. У вас другой опыт, не такой, как у меня, да. У вас своя какая-то до этого была жизнь, не такая, как у меня. Соответственно, вы по-другому формулируете фразы, вы по-другому пишете, вы с другой интонацией пишете ответы. И поэтому вот получаются такие проблемы. Вот у кого после моих эфиров, вот мои ученики, которые приходят ко мне на разборы, да, в рамках обучения, у кого из вас было такое ощущение, когда я разбираю ваши ответы на вакансии, говорю, как надо говорить, и вы про себя думаете, ну вот я так не смогу сказать, или я так не смогу написать. Вот у кого из вас есть такое ощущение, напишите у меня. Вот кто из вас вот слушает меня, слушает, смотрит, как надо, отвечает, и такой думает, я так не смогу. Вот у кого есть такое ощущение? У меня, у меня, у меня, у меня, у меня, у меня, вот. И вы знаете, я понимаю эту проблему, я два года уже обучаю, два года ко мне приходят ученики, да, и мне очень хочется сделать так, чтобы процент ваших закрытий был выше, чтобы вы с 80-процентным успехом закрывали этих клиентов. То есть я понимаю, что я вам даю какие-то основы, да, как я это делаю, но не хватает вот этого элемента, что вы это не я, и вы все равно по-другому отвечаете, вы все равно отвечаете не так, как я. Я такая думаю, череплю, что же делать, как ребятам помочь, как выгрузить вот свою голову и положить в вашу голову, да, чтобы вы отвечали ровно так же, без вот этого искажения восприятия, потому что каждый из нас воспринимает информацию в любом случае по-своему, да, имея свой опыт за плечами. Я думала, думала, я придумала, ребята. Я считаю, что я придумала очередную гениальную идею, просто у меня других идей не бывает, я просто гребаный гений, вы это знаете. Короче, я решила, я честно вам скажу, что я решила это делать на вип-тарифе, на своем наставничестве. Я решила делать специальный блог, где я прям буду давать мои записанные фразы, которыми я говорю, мои готовые шаблоны ответов, которые я делаю. Я прям решила сделать транскрибацию своих собеседований, как я прохожу собеседование, какие вопросы мне задают и что я отвечала. Например, рассказываю вам историю, как я проходила собеседование в израильскую клинику с очень хорошим чеком. Хотя чек называла я. Они, когда меня приглашали на собеседование, они поставили в вакансии 40 тысяч в месяц. Мне потом они платили 150, потому что я на собеседовании сказала то, что они должны были услышать, чтобы платить мне такие деньги. И они мне задают вопрос. Там было много вопросов, я вам сейчас просто для примера рассказываю. Они мне задают вопрос. Елена, вот вы пришли к нам настраивать рекламу и вы видите, что цена клика очень дорогая. Ну пипец дорогая, а в нашей тематике у нас очень конкурентная ниша, медицинский туризм. Что вы будете делать, если вы увидите дорогую стоимость клика? И я ответила так, что они сразу меня взяли на работу. И потом даже рассказали, почему. Я им ответила. Вы знаете, там Роман его звали, человека, с которым я проходила собеседование. Я говорю, вы знаете, Роман, на самом деле цена клика, она, вернее нет, цена конверсии. Вру, цена конверсии. Что вы будете делать, если цена конверсии очень дорогая? Я сказала, вы знаете, Роман, цена конверсии, это в меньшей степени она зависит от того, насколько я круто настрою рекламу. От этого, конечно, тоже. Но если я буду видеть, что ваш сайт не конвертирует, и мы понимаем, что клиенту сложно принимать решение о том, чтобы отправить вам заявку, значит, нужно делать какую-то другую воронку для входа. Мы с вами можем протестировать, например, квиз. Вести клиента на квиз и дальше его закрывать. И вы понимаете, я говорю какие-то такие простейшие вещи, которые многие из вас на самом деле знают, и он меня слушает, и я вижу, как меняется его лицо. И он такой говорит, вы знаете, Лен, вот до вас я собеседовал 10 человек, и никто мне не сказал, что надо менять воронку входа. Все начали говорить про то, что будут там повышать, снижать бюджеты, менять там CTR-ы, все внутри рекламной кампании. Но никто не сказал, что надо просто поменять воронку входа и вести, например, через квиз. То есть я вижу, что вы мыслите по-другому, вы мыслите не шаблонно. Я беру вас на работу, я на сколько вы хотите, а я ему говорю, вы знаете, Роман, я хочу 200 тысяч. Это, кстати, другая уже, это другой уже вопрос, как надо, как грамотно торговаться с клиентом, чтобы получать то, что ты хочешь. Я сказала 200 тысяч, хотя хотела 150 на самом деле. И в итоге мы сошлись на некое среднее. Но как правильно торговаться, это тоже отдельное искусство. И я решила рассказать вам, как этим искусством грамотно пользоваться. Я решила сделать прям отдельное обучение, где буду прям рассказывать, давать вам готовые мои фразы, как я говорю. Такие вопросы мне задавал клиент, что я ответила. Прям собеседование с Канадой, как я проходила, собеседование в американское агентство. Вы удивитесь, но это все русские ребята. Это все собеседования были по-русски. С израильтянами, с другими моими крупными заказчиками. Что конкретно и как я говорю. Как я веду себя на собеседованиях. Как я делаю там те или иные полезняшки. То есть я прям решила дать вам готовые шаблоны. Притом не один шаблон, а прям несколько сразу пачкой. Сразу несколько пачкой, чтобы вы просто выбирали, какой подходит именно под того клиента, который вам нужен. Потому что это самое лучшее. Как еще я могу в вашу голову вложить вот эти знания, как я говорю. Как надо говорить вот здесь. Вот вы же видели, я вам показывала, что здесь я отвечаю совершенно не так, как тот же ученик. Хотя вроде бы он говорит то, как я это делаю. И короче, у меня возникла идея вот этого прекрасного курса. И я его делаю для своего тарифа наставничества. Но я решила, что в школе я провожу сегодня Zoom. Я обязательно должна вам об этом рассказать. И кто из вас захочет дальше постигать эти азы вместе со мной, вы сможете это сделать. Значит, смотрите. Я вам сейчас покажу вот такой волшебный лендинг. Что я хочу в этот курс запихнуть. Я хочу, чтобы вы это оценили. Оценили вместе со мной. Сейчас я вам ссылку кину в чат. Сейчас, секунду. Я хочу, чтобы просто вы дали мне обратную связь, насколько вам вот это было бы интересно. У меня просто эта идея пришла буквально вчера. Значит, смотрите, что я хочу давать. Во-первых, я хочу давать воронку принятия решения о найме. То, что я вам сегодня рассказывала, чтобы вы понимали четко, какие этапы проходят люди. Как грамотно отвечать на каждом этапе этой воронки, чтобы не сливать заказ. Но мы сегодня с вами рассмотрели, да, как заинтересовывать людей. И вы поняли, что это прям отдельное искусство. Как ответить так, чтобы его заинтересовать. Дальше. Что говорить и показывать, когда нет кейсов, чтобы получить контракт. Я вам показывала, да, что я учу давать шесть разных вещей. Аудит сайта, аудит рекламной кампании, аудит конкурентов, декомпозицию, просчет бюджета и разработку начальной рекламной стратегии. Но вы должны четко понимать, что то, как вы напишете это, вы должны писать продающие аудиты. Потому что у моих учеников, когда я разбираю аудиты, я вижу эту проблему. Вы вроде бы все делаете по шагам. Вот типа, ну так же Елена говорит, вот я сделал аудит. Вот у вас здесь неправильно, здесь неправильно, здесь неправильно. А аудит продающий и просто аудит – это разные вещи. Вы делаете аудит не ради аудита. Вы делаете аудит, чтобы себя продать. Вот вам пример аудита, который делаю я. Вот это, например, был аудит для Канады. Это аудит на 12 листов, где я подробно расписываю, что было сделано неправильно, как нужно исправить ситуацию и как я конкретно буду эту ситуацию исправлять. Подробно по пунктам это описываю, потому что вы в своих аудитах часто пишите, у вас вот здесь неправильно, и здесь неправильно, и здесь неправильно. В итоге клиент получает файл, где написано, что что-то сделано неправильно, а вы не пишете, как это исправлять и каким результатом приведут эти исправления. Понимаете разницу? Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вы понимаете. Вот мои аудиты, продающие аудиты – это когда я подробно расписываю, что неправильно, как я буду это исправлять и каким результатом это в итоге приведет. То есть каждый мой аудит заканчивается выводом, то есть я всегда заканчиваю вывод некий, пишу, сейчас домотаю. Выводы. Надо сделать то-то, 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 я это сделаю с помощью того-то, того-то и того-то, и в итоге вы получите такие-то, такие-то результаты. То есть продающий аудит – это немножко по-другому, и ваши аудиты, они должны делаться не ради аудитов, а аудиты должны делаться ради того, чтобы продать вас как специалиста. И я решила, я не могу вам просто сказать, как делать аудиты, вы все равно будете делать по-своему, вы будете делать через свою призму восприятия. Я решила сделать проще, я решила дать вам 10 шаблонов аудитов под разные направления, под разных клиентов, дать вам эти аудиты, вы просто в итоге подставите те там скриншоты, которые вы увидите в рекламных компаниях этих клиентов, и все, то есть текст будет уже готов. И вы таким образом будете уже иметь нормальный, адекватный продающий аудит, который будет закрывать вас как клиентов, вернее, как исполнителей вашим клиентам. То же самое касается аудита сайта. Как делать аудит сайта? Не просто аудит ради аудита, а как сделать аудит сайта так, чтобы он вас продавал. То есть на вашем сайте нужно подредактировать то-то, то-то, тогда мы сможем рекламную кампанию запустить на вот эти разделы, рентабельность будет такая-то. Понимаете разницу, да, между продающим аудитом и просто аудитом ради аудита? Я почему и говорю, что я свои аудиты пишу по 5 часов? Потому что мой аудит я пишу, чтобы продать себя. И я сэкономлю ваше время, я просто за вас сделаю ваши аудиты, и вам останется только подставить нужные скриншоты и немножко подредактировать, под какого клиента вы это пишете. Все, я прям хочу дать вам, знаете, такие готовые шпаргалки, там 10 аудитов сайтов, 10 аудитов кейсов под разные ниши, 10 аудитов рекламных кампаний. Дальше 10 аудитов рекламных кампаний, 10 анализов конкурентов. Когда я говорю, ребята, делаем анализ конкурентов. У меня даже есть урок у нас в обучении, вот я вам прям покажу, да. У нас есть с вами урок, как общаться с клиентами, как делать анализ конкурентов, да. И я вам рассказываю, как, а потом смотрю, как вы делаете эти анализы, я понимаю, что вы делаете анализ ради анализов. Вы не делаете продающий вас анализ конкурентов. То есть как надо делать? Вы показываете скриншоты конкурентов, показываете недочеты. Вот здесь неправильно они сделали то-то, здесь они неправильно сделали то-то. Я бы сделал вот так, вот так, вот так. И за счет этого мы с вами получим вот такие результаты. То есть надо всегда описывать, к каким результатам вы придете. Я прям хочу дать вам эти готовые шаблоны, чтобы вы просто могли взять, подставить содержимое вашего клиента, и все, вам даже думать не надо. Дальше я хочу дать вам готовые варианты айсбрекеров под разных клиентов, чтобы не вы выдумывали айсбрекеры, потому что я вижу, что ваши айсбрекеры, это типа я с удовольствием поработаю с вашей рекламой, на этом все и заканчивается. Я хочу дать вам готовые прям айсбрекеры, чтобы все взяли, выбрали, какой вам подходит под клиента, и его использовали. Дальше. Медиапланы. Я вас учу делать медиапланы, но каждый раз, когда ко мне приходят ученики и говорят, я вот отправил клиенту медиаплан, ну почему-то клиент мне ничего не ответил. Я говорю, ну покажи мне свой медиаплан. А там медиаплан расчет бюджета на миллион. Сколько, какой планируется бюджет рекламной кампании? Миллион. И нормально. И вы отправляете такие медиапланы, и вы считаете, что клиент закроется? Вы должны понимать, что медиаплан делается не для того, чтобы сделать медиаплан. Итоговый медиаплан делается после собеседования. Вы поймите это, когда вы уже с клиентом обсуждаете детали, когда он уже стал вашим клиентом. Вы можете сделать корректировку в медиаплане. Но для того, чтобы закрыть клиента на собеседование, вы должны ему показать медиаплан, который клиенту устроит. Вы понимаете эту разницу? Напишите, пожалуйста, понимаю, если вы ее понимаете. Если вы отправите клиенту медиаплан, что ваша рекламная кампания будет стоить миллион, он такой, ааа, спасибо, до свидания, всего-всего хорошего. Не надо делать такие медиапланы. Вот понимаете, для меня это очевидно, но я вот сколько работаю с вами два года, и я вдруг начинаю осознавать, что для вас это не очевидно. Оказывается, для вас это не очевидно. И я начинаю понимать, что мне за вас надо сделать эти медиапланы. Мне за вас это надо посчитать и просто в рот вам это положить, потому что иначе вы отправляете медиапланы по два, по три миллиона клиентам, а потом удивляетесь, почему он не закрывается. Или то же самое, или то же самое, декомпозиция. Вы все знаете эту прекрасную таблицу, и я вас учу, отправляете декомпозицию клиентам, чтобы закрывать их на собеседование. Они будут визжать от радости. И тут я начинаю общаться с учеником, он такой, Лен, я вот отправляю, но что-то почему-то не закрываете. Я говорю, ну покажи, какая у тебя там декомпозиция. И он мне показывает, отправляет декомпозицию, там рентабельность 66%. Отрицательная рентабельность. Я говорю, ну ты о чем думаешь? Как ты можешь отправлять декомпозицию клиенту, если она отрицательная? Клиент посмотрит и скажет, нафига мне запускать рекламу, если там все в минус уходит? До свидания, всего хорошего. Я лучше пойду там, я не знаю, клеить объявления на столбы. Вы поймите, что вы должны делать вот все эти итерации взаимодействия с клиентом, с потенциальным, чтобы закрывать каждый следующий шаг. Если это декомпозиция, то это продающая вас декомпозиция. Понятно, что вы потом можете ее редактировать, но вы уже будете ее редактировать в процессе общения с клиентом, уже когда вы его закрыли на контракт. И вы говорите, Иван Иванович, вы знаете, вот я вам рассчитывала декомпозицию, но я вам ее рассчитал по позитивным цифрам, по самым, как бы, по, как это называется, оптимальные значения, да, когда у нас максимальные конверсии, когда конверсия вашего сайта там 30%, да, и когда ваш средний чек 20 тысяч. Я вам рассчитал такую рентабельность, но у вас, смотрите, у вас средний чек, оказывается, не 20 тысяч, а 5 тысяч, и тогда, смотрите, наши цифры уже меняются. Это все вы уже обсуждаете, когда клиент согласился с вами работать. Понимаете разницу? Ну, вы должны до этого довести человека, а для этого вы должны показывать ему продающие декомпозиции. И я должна дать вам эти декомпозиции, потому что вы, не обладая вот этим бэкграундом, вы делаете это по-своему, а по-своему не всегда правильно. По-своему получается, что вы что-то делаете, вы делаете аудиты, вы делаете декомпозиции, вы это делаете, а в итоге никто с вами на связь не выходит, потому что у вас декомпозиция отрицательная. А потом, ай-яй-яй-яй-яй, почему же так получается? Ну и, короче, я решила, что я просто должна за вас все это сделать. Я должна за вас делать эти декомпозиции по разным типам клиентов, я должна за вас сделать рекламные стратегии и так далее. Я решила все это упаковать в курс. Я скажу вам сразу, этот курс будет стоить порядка 20 тысяч, потому что один клиент – это уже 20 тысяч. После этого курса вы его закроете, все, вот 20 тысяч. Но я решила, что вот тем, кто на этом зуме, вот ребята, кто из вас хочет, вот именно конкретно на этом зуме, для вас я сделаю вот такую скидку, практически 50%. Короче, если вы хотите всему этому научиться, чтобы я за вас все это сделала, положила вам это в рот, сейчас я вам скину ссылку сюда, сейчас я вам в чат ее кидану. Кто хочет научиться всем этим прекрасным премудростям, вы можете сделать заказ вот по этой цене. Это цена только для тех, кто смотрит зум, ну и для тех, кто посмотрит потом запись, так и быть. Помимо того, что я подготовлю все это, вот то, о чем я вам говорила, я прям сделаю транскрибацию своих собеседований. Как я проходила собеседование в Канаду, в Израиль, в американское агентство, какие они вопросы задают, и другие там русские клиенты крупные, какие вопросы они задают, как я на них ответила, что они меня взяли. То есть у вас прям будут готовые шаблоны, что и как я говорю, чтобы клиентов закрывать. Потому что я вижу вот то, что вы воспринимаете информацию, когда я вам говорю, ну объясните им, в чем заключается ваша работа. И я понимаю, что вы это воспринимаете немножко иначе. И вот от этого у нас возникают вот эти вопросы, что я не могу продать себя дорого, потому что вы говорите немножко не теми фразами, немножко не так. Вы уже увидели на моих разборах, что я по-другому формулирую свою речь. И я хочу вам прям дать эти готовые заготовки, чтобы вы прям подготовились, оттарабанили то, что вы там выучили, и все, и закрыли клиента. Значит, я еще добавлю туда информацию, как отвечать на биржах фриланса. Вот то, что мы сегодня с вами рассматривали, я добавлю минимум 50 разных вакансий, минимум 50 разных вариантов ответов. И вы сможете прям выбирать те шаблоны, которые подходят конкретно под эту ситуацию. Потому что примерно они там плюс-минус повторяются. Просто важно писать это правильными словами. Вот я эти правильные слова вам дам. Вот прям вот весь свой 13-летний опыт, все мои фразы, все мои заготовленные там фразочки, которыми я пользуюсь, все это вам дам. Я расскажу вам, вот то, о чем я вам говорила, как отстаивать свою цену, как торговаться, не проигрывая в цене. Это то, что я делаю на собеседованиях. Дам вам шаблон ответов на часто задаваемые вопросы. И дам готовые речевые обороты, как влюбить в себя заказчика. Потому что, когда вы говорите определенные фразы, например, фраза, которую я всегда повторяю, и вы, если ее повторяете, вас клиенты будут сразу брать к себе на работу. Иван Иванович, я сделаю все, чтобы выжать максимум из вашего рекламного бюджета. Все, они тогда слышали эту фразу, они там, господи, как здорово. И этих фраз у меня, их очень много в арсенале. Я прям их вам выпишу, вы их прям повесите себе перед столом, и сможете адекватно подготовиться к собеседованиям, сможете адекватно, прям, имея нужный шаблон, отвечать на вакансии, не выдумывать это все из головы. Взяли прям мои фразы заготовленные, вы прям можете, как конструктор, можете прям как конструктор собирать из блоков, например, какую-то фразу из одного ответа, какую-то фразу из другого, какую-то фразу из третьего. Бах-бах, собрали конструктор, ответили, все, получили фидбэк. То есть вот я вижу эту проблему, что вы по-другому воспринимаете, да, то, что я говорю, и я думаю, что проблему эту можно решить только в том случае, если я дам вам готовые шаблоны, как я отвечаю, и вы дальше просто сможете комбинировать эти шаблоны и отвечать на вакансии так, как это нужно именно в данном конкретном случае. Также я тоже дам сблог, как отвечать на HeadHunter, потому что отвечать на биржах фриланса и отвечать на HeadHunter, это немножко разные вещи, там есть свои нюансы. Я прям сделаю отдельные уроки, как отвечать и там, и там. И также у меня очень многие ученики закрывают клиентов, отвечая, к потенциальным клиентам, например, если видят плохо настроенную рекламу. Кто из вас видел плохо настроенную рекламу? Вот как раз-таки это очень классный способ закрывать клиентов. У меня очень многие так получают первых клиентов. И я прям дам вам готовые шаблоны, что конкретно писать, если вы видите плохо настроенную рекламу. Прям готовые шаблоны, вы прям можете из них, опять же, как из конструктора собирать свой уникальный ответ, да, потому что шаблоны – это всегда плохо, я скажу вам по секрету. Шаблоны – это всегда плохо. Но когда я вам даю, например, 50 вариантов шаблонов, вы из этих 50 вариантов можете там взять кусочек, здесь кусочек, здесь кусочек и собрать свой новый уникальный ответ. Понимаете? Напишите, насколько вам нравится эта идея, потому что мне кажется, что она гениальная. То есть я просто возьму, дам вам свои фразы, и вы из них просто как из конструктора сможете дальше общаться с любыми клиентами по разным совершенным направлениям. Как вам идея? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Это что-то вроде продвинутого курса по продажам. Ну да, да. То есть вот у меня в блоке в обучении я вам даю такие, знаете, основы. То есть я там, безусловно, даю вам шаблоны, я, безусловно, даю вам основы, как надо отвечать, но я вижу, что, знаете, вот два года я с вами общаюсь, провожу вот эти живые вебинары обратной связи, и я постоянно вижу проблему, что вы вроде бы отвечаете, как я учу, но все равно фраза не так построена. Все равно фраза сделана так, что люди ее по-другому воспринимают. Все равно что-то не так. И я вижу эту проблему, и из-за этого снижается процент конверсии. А мне прям хочется, чтобы вы вот, вот если вы делаете аудит, то точно закрыли. Если вы потратили час, то 100% закрыли клиента. Если вы хотите клиента за 20 тысяч, вы сделали за 20 тысяч, а не просто так, да, чтобы это было не просто, вы сидите и отвечаете на вакансии, а чтобы вы отвечали реально с хорошим КПД, с хорошим коэффициентом полезного действия. И я вижу решение этой проблемы только в том, что если я прям возьму, дам вам готовые заготовки, как это делать, и вы возьмете и так и сделаете. Понятно, да? Ниже ваши огонечки. Так, 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 вижу уже заказы. Супер. Супер. Давайте еще раз повторю вам этот лендинг. Можете почитать конкретно, какие там будут уроки. Сразу говорю, что я прям пишу, иду к вам. Светлана, добро пожаловать. Супер. Я прям говорю, что я это делаю для виповского своего тарифа. Но, как бы, я эти, знаете, живые встречи устраиваю для своих ребят, для своих любимых выпускников. И мне хочется, что даже те из вас, кто уже закончили обучение, чтобы вы имели возможность получить доступ к этим знаниям. А с учетом того, что там будет куча шаблонов, и я не один час посижу, чтобы это все подготовить для вас в удобоваривом формате, да, то это, как бы, я даю вам по какой-то минимальной стоимости, чтобы каждый из вас смог себе это взять и дальше применять это на практике и закрыть своего первого клиента на 20 тысяч уже там через два дня, например. Итак, значит, мы с вами, я с вами, я с вами, супер, огонь. Ссылку вам кинула в чате, ребят, можете открыть и потом там изучить ее уже после нашего Зума, хорошо? Ссылочку вот вам кинула в чате, пожалуйста, ее откройте, чтобы она у вас была в соседней вкладочке, и дальше после Зума ее сможете изучить и там оформить заказ, либо с моими девчонками поговорить, если там, например, хотите пойти в рассрочку. Все, значит, про это поговорили. А, если кто-то хочет со мной прям индивидуальную консультацию, там тоже есть такой пакет, кнопочка внизу, за немножко подороже, это если вы хотите прям индивидуально со мной пообщаться по поводу ваших вакансий, ответов на вакансии. Теперь смотрите, что я вам обещала рассказать. Давайте вернемся вот к этому волшебному файлику. Вот он. Что было сделано не так? Значит, вопрос. Лена, я общался с клиентом. Что пошло не так? Значит, смотрите. Вакансия. Сначала внимательно читаем текст вакансии. Настройка Яндекс.Директа для магазина украшений. Настроить эффективную контекстную рекламу для интернет-магазина украшений. Готов обсуждать варианты, опции, форматы. Что нужно сделать? Оценить проект, выдвинуть несколько гипотез. Совместно с руководителем выбрать одну-две гипотезы. Настроить несколько компаний на эти гипотезы. Если всех все устраивает, то повторяем процедуру. Проверка на ботов. Начните отклик со слова «самоцвет». Окей. Смотрим ответ. «Самоцвет» уже хорошо. Готов взяться за ваш проект. Для оценки проекта надо взглянуть на сам сайт. Дайте мне ссылку, сделаю бесплатный аудит. Ну окей. Клиент отвечает и дает ссылку на сайт. Мы с вами видим этот сайт. Самоцвет.ру Дальше ученик отвечает. Слушайте, классный сайт, прям залип на нем, и навигация очень удобная. Единственное смущает пункт там какой-то, да, насколько это удобно для розничного клиента. Дальше клиент отвечает. Сюда всем поработать с вашим проектом. Когда сможем обсудить детали? Смотрите, ничего вы не сказали, но уже как бы когда сможем обсудить детали, как будто бы клиент уже дал вам свое согласие. То есть это неправильная формулировка, нельзя так говорить. Это наоборот раздражает. Клиент сразу думает, какие детали? Я еще даже не понял кто-то и что-то. Какие мы детали с тобой будем обсуждать? И дальше смотрите. Клиент отвечает. Про звонок он отвечает на вопрос. Детали с радостью обсужу. Какие у вас предложения для нас? Формат рекламы, на какие категории, страницы, в каком виде? То есть, видите, клиент готов идти на контакт, но он от вас хочет услышать хоть какие-то предложения. В этом ответе нет ни одного предложения. И дальше ученик отвечает. Давайте сегодня свяжемся, вас только-то. Чтобы предложить что-то конкретное, надо понимать, что вы конкретно хотите. Может, есть приоритетное направление, бла-бла. То есть ученик не отвечает. Клиент что от него хочет? Ваши предложения для нас. Что это такое? Это разработка начальной рекламной стратегии. То, чему я вас обучаю. Смотрите, что мог бы предложить ученик, чтобы закрыть его сразу же. Мы заходим на сайт. Клиент нам дал этот сайт. Сайт самоцветы. Вот он. Сейчас подгрузится, я надеюсь. Сайт самоцветы. Что должен был сделать ученик? Надо было зайти на сайт. Взглянуть мимолетом на этот сайт. Как это сделала я перед тем, как готовилась к этому зуму. Ребята продают украшения из натурального камня. Дальше я опускаюсь вниз. Дальше я опускаюсь вниз. Сейчас, подождите, я зайду на главную страницу. Я начинала с главной страницы. Дальше я опускаюсь вниз. И что я вижу? Я вижу энциклопедию камней. И вижу странные слова. Сахасрара, аджахна, вишутха, анахата и прочие ругань. И я понимаю. Для меня, как для человека, который не понимает, зачем люди покупают украшения из камней, я просто не ношу украшения из камней. Но, посмотрев на сайт, я понимаю, кто их целевая аудитория. Их целевая аудитория – это всякие йоги, всякие люди, которые увлекаются чашами вот этими для медитации. Камни, кристаллы и прочая ересь. Прошу прощения, если кто-то этим увлекается. Это не ересь. Но это как бы каждый любит то, что он любит. Но люди просто увлекаются очень активно всякими этими камнями, кристаллами и прочее. И это их целевая аудитория. И для того, чтобы закрыть этого клиента, вам надо было всего лишь сделать что? Вам надо всего лишь было сделать вот это. То, чему я вас обучаю у себя на курсе. Каждый из вас знает это. Каждый из вас это делает в первых уроках. Разработка начальной рекламной стратегии. Надо было всего лишь сделать как минимум вот это. Ваш сайт нужно рекламировать по людям. Я предлагаю вам такие гипотезы. Первые люди, которые способны, готовы покупать у вас продукцию, это люди с прямыми покупательскими запросами. А это запросы все, которые были у них на сайте. Посмотрите. Значит, серьги с аметистом, серьги с радахразитом, там бусы из жемчуга и так далее. То есть прямое покупательское намерение купить. Украшения из натурального камня, браслеты из аметиста, серьги с малахитом, бусы из жемчуга и так далее. Там огромная семантика. Это первое. На таких людей мы запускаем поиск РСИА. И второе. Огромный пласт целевой аудитории – это люди, которые увлекаются йогой, чашами и всякими медитациями. И мы можем запускать баннерную рекламу, а также рекламу по аудиторным таргетингам на всяких любителей йоги, по запросам Аджхна, Вишутха, Анахата, Манипура и так далее. Вы видите, я предложила две гипотезы, при том, чтобы это сделать, я это сделала ровно за пять минут. Это мне стоило пяти минут моего времени. И если бы я вот это отправила конкретно вот этому клиенту, конкретно вот этому клиенту, где он тут у меня? Вот. Какие у вас гипотезы? Что вы предлагаете для нашего сайта? Я предлагаю рекламироваться, как и минимум, первое, на людей с прямыми покупательскими запросами, второе, на любителей йоги. Предлагаю обсудить детали вашего проекта. Все. Вы бы закрыли этот интернет-магазин. А по интернет-магазину, ребята, цена работы минимум от 30 тысяч. Вы бы его закрыли, этого клиента, если бы вы просто сделали вот это. Напишите, пожалуйста, огонь, если вы теперь понимаете, насколько просто закрывать клиентов, когда вы понимаете, как это делать. Напишите, дайте мне, пожалуйста, огня. Потому что меня лично восхищает, насколько просто их закрывать и поражает, насколько тяжело вам... Хотя, ну знаете как, вы новички, это нормально. Я тоже не начинала с этого. Вы поймите, что я к этому пришла. У меня за плечами 13 лет опыта общения с клиентами. Я могу вот так определить, что ему надо. И именно поэтому у меня родилась эта идея, вот этого курса, что просто взять за вас все это сделать. Если у вас просят гипотезы, вы должны сделать вот это. Я вам это покажу на примере нескольких сайтов разных, и вы просто потом сможете подредактировать это под своего конкретного клиента, которому вы это делаете. Если у вас там интернет-магазин велосипедов, бога ради, делайте на интернет-магазин велосипедов. У вас там будут любители горных там всяких велосипедов и прямые покупательские запросы. Вы сделали вот такую вот маску, разработку начальной рекламной стратегии с масками, отправили клиенту, вывели его на собеседование. Вы уже знаете по моему курсу, будете знать, как проводить эти собеседования, чтобы грамотно на нормальные чеки себя продавать. И закрыли клиента минимум 30-очку. Все. Просто как отчинаж. Просто я поняла, что вам надо больше шаблонов, вам надо больше готовых фраз, вам надо больше готовых материалов, которые вы просто вот взяли, как конструктор собрали и сделали. Ну что, как вам идея? Мне просто хочется от вас получить обратную связь, потому что мне идея вот этого вот тренинга, она пришла ко мне буквально вчера. Я вот это накидала сегодня. Мне кажется, что это вот ровно то, что вам нужно. Потому что исходя из тех проблем, с которыми вы сталкиваетесь, я вижу, что именно в этом проблема. Вы слышите, что я вам говорю, но вы дальше через свою призму пропускаете и пишете вроде бы как нужные фразы, но все равно получается не так. Давайте чат открою, посмотрю, что вы мне пишете. Супер-супер идея, супер. Алексей, поздравляю вас за это. Друзья, все, кто ко мне уже идут. Шикарная идея. Супер, спасибо большое. Смотрите, я, те, кто из вас сейчас оформляют эти заказы, я этот тренинг буду писать на следующей неделе. То есть вы, пожалуйста, потерпите недельку, мне нужно подготовить все эти материалы, все эти шаблоны. Я прям плотно всю неделю буду сидеть, это все готовить под вас, под разные типы бизнесов, чтобы у вас были прям, знаете, по 10 шпаргалок прям на каждые варианты, на интернет-магазины, там на онлайн-школы, на все, чтобы вы прям открывали, и у вас были готовые планы уже, как и где говорить. Поэтому всю следующую неделю я плотно буду заниматься этим вопросом. Вы сейчас вот делаете заказ по этой цене, и через неделю вам все это откроется, все сразу, там ничего по расписанию не открывается, все сразу, сядете, изучите, и дальше у вас будут все эти готовые шпаргалки, все эти готовые шаблоны, и вы прям по ним, тыр-тыр-тыр-тыр-тыр, ваша задача закрыть минимум там сразу в течение первой недели клиента на 20 тысяч. То есть задача этого тренинга, чтобы вы могли закрывать клиентов по 20-ке. Вот для чего я это делаю. Потому что основная проблема – это то, что, ой, они не хотят платить там больше 5 тысяч. А почему не хотят? Потому что вы не вывели их на собеседование, не раскрыли ценность своего предложения, не раскрыли ценность, что вы делаете, как вы это будете делать. Понятно, вы не продали себя, как бы поэтому они вам и не хотят платить 5 тысяч. Я вам рассказываю по своему опыту. Я говорю клиенту, смотрите, я когда выхожу на собеседование, у них в вакансии написано 50 тысяч за проект, например. Когда я выхожу на собеседование, я показываю свои карты, говорю Иван Иванович. Значит, у меня для вас будет такая стратегия. Мы с вами настраиваемся на прямые покупательские запросы, на людей, которые уже готовы покупать ваш товар. Также я вижу, что ваша целевая аудитория – это люди, заинтересованные йогой, медитациями. Для них мы запустим баннерную рекламу, потому что баннерная реклама недорогая, там небольшая цена клика, но при этом вы будете охватывать большую целевую аудиторию свою. Мы сделаем привлекательные баннерные объявления и таким образом будем собирать вот этих людей изверху воронки. Я вот это все рассказываю, рассказываю, рассказываю. Очень важно на собеседованиях перехватывать инициативу. Вот это тоже очень ваша большая ошибка, что вы на собеседование, когда идете, вы просто сидите и отвечаете на вопросы. Вот у кого были такие собеседования, что вы сидите и отвечаете на вопросы? Кто из вас считает, что собеседование – это ответы на вопросы? Поставьте, пожалуйста, десяточки в чате. Я вас разочарую, ребята. Собеседование – это не ответы на вопросы. Собеседование – это перехватывание инициативы на свою сторону, когда вы сидите и говорите, что делать клиенту. Вы, как специалист, рассказываете, что вы будете делать. И когда вы перехватываете инициативу, клиент сидит, ага, 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 ага. И он уже такой, ага. И он уже сидит, думает, я готов тебе уже 200 платить просто. Господи, пожалуйста, согласись. Вот вы так должны вести собеседование. Я буду вам это все рассказывать. Я буду прям прописывать скрипты, что вы должны говорить. И после этого клиент вас спрашивает, Елена, сколько вы хотите за свою работу? И я говорю, Иван Иванович, я хочу 200 тысяч. Клиент такой, ой, божечки, божечки, 200 тысяч у нас нет столько. А я на самом деле, например, хочу 100. Я вам раскрою тайну. Если вы хотите получить 100, называйте 200. Это основное правило переговоров. Он такой, ой, Елена, вы знаете, 200 очень много. Давайте 150. А я напоминаю, я хочу 100, например. Да, я вам для примера рассказываю. И я такая, ну, вы знаете, Иван Иванович, мне очень нравится ваш проект, я очень бы хотела с вами поработать. Давайте сделаем так. Мы начнем со 150. Потом, когда мы будем получать хорошую рентабельность, когда вы уже увидите хорошие продажи, мы с вами чуть позже рассмотрим вопрос о том, чтобы поднять стоимость моих услуг. Договорились? Да. И он счастлив, что он скинул с 200, а я счастлива, что я продала себя, не застала на 150. Понятно? Поставьте, пожалуйста, огонечки, если вы теперь понимаете, что собеседование – это искусство. И этому искусству нужно учиться. И как только вы заполучите это искусство в свой арсенал, а вы его заполучите после этого курса, я вам раскрою все свои секреты переговоров со всеми моими клиентами. Вы будете так вести переговоры. Понятно, что сначала вы будете называть ни чеки не 100, ни 200. Вы будете называть чеки 40, а продавать себя в итоге за 30. Но вы будете это делать. Вы не будете говорить мне, что я не могу продать себя за 5 тысяч. Вы будете продавать себя минимум на двадцатку, когда вы понимаете, как вести эти переговоры. Супер, тоже пойду продолжать защититься. Как здорово. Шаблон на самом деле экономит много времени и убирает ступор перед чистым листом. Да, 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 это так. Огонечки, огонечки. Так, Ольга, рада вашему чаю. Ребята, я тут не вижу весь чат, да? Поэтому всем добро пожаловать тем, кто покупает. Всю следующую неделю буду писать активно, готовить для вас все эти материалы. Те, кто посмотрит в записи, ребята, для вас тоже эта цена актуальна. Остальным буду продавать дороже. Продаю вам по этой цене только потому, что вы мои любимые выпускники. Так, еще раз. Давайте продублирую вам эту ссылку. Сейчас, где она у меня. Еще раз продублирую. Так, если какие-то у вас есть на данный момент, я, в принципе, все вам рассказала. Смотрите, если у вас есть какие-то вопросы, готовы сейчас на ваши вопросы поотвечать. Буквально 10 минуточек поотвечаю на ваши вопросы. Тем, кто готов обучаться искусству прекрасному, выгружать знамя из моей головы в свою, получать все эти прекрасные шаблоны. Давайте дублирую вам еще раз ссылочку сюда. Потом после эфира внимательно посмотрите, что там будет и сделайте заказ. Какие у вас есть вопросы, ребят, ко мне по поводу ответов на вакансии? Все такие, о, господи, я не смогу так говорить. Вот, ребят, вот потому что у вас такое ощущение, что я так не смогу, я для этого этот курс и делаю. Потому что я понимаю, что на начальных этапах это сложно. И поэтому я прям вот буду давать вам готовые шаблоны, готовые шпаргалки. Бери и делай. То есть я только так вижу решение этой задачи. Только так. Что вы берете и как из конструктора делаете свои ответы. потому что я прекрасно понимаю, что я так говорю, потому что у меня опыт 13 лет. У тех, у кого опыт поменьше, вам нужно прям, чтобы у вас перед глазами были все эти шпаргалки, шаблоны и так далее. Как здорово, супер, тоже пойду продолжать учиться. Класс, 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 супер. Супер, супер. Так, заявку Алексея, добро пожаловать. Супер. Так, ну что, у всех вопросов нет, да? Смотрите, кому нужна вот эта вот шпаргалочка, которую я вам показывала? Вот эта вот. Вот эта шпаргалочка. Кому нужна? Поставьте плюсики. Поставьте плюсики в чате, кому нужна. Это сложно, вот так, что нет опыта. Я не могу обычно сообразить, что предложить. Ну да, вот именно поэтому я все эти шпаргалки делаю. Чтобы не говорить вам, что вам надо сделать призыв к действию. Или там вам примеры призыва к действию. Да, потому что я в обучении даю все эти примеры. Я даю там 2-3 шпаргалки. Но я понимаю, что вам надо больше. Я понимаю, что вам прям надо больше. Чтобы вы потом вот из этого больше, вы потом разбирались, да? И лепили, да, как из пластилина свой уникальный ответ. Кому нужна, да? Смотрите, вы все сюда заходили в этот Zoom через авторизацию. То есть у меня все ваши e-mail есть. Давайте сделаем так. Я вам эту шпаргалочку просто отправлю потом после этого Zoom письмо, потом проверьте свою почту и в Telegram еще кидану вам, чтобы у вас эта шпаргалочка была. Значит, всех жду с нетерпением у себя на курсе, вот на этом, да, специально для вас вот эта минимальная цена, потому что сразу говорю, дальше буду продавать дороже. Я даже за трясатку, наверное, буду продавать, потому что один клиент 20 тысяч, вы по факту уже отбили весь тренинг. Вот, поэтому только для вас, тех, кто на этом Zoom, цена будет такая. Ссылка в чате. Ссылка в чате. Еще раз продублирую. Потом после Zoom, кто не успел, зайдете, внимательно прочитаете и забронируете. Как зависит оплата от количества рекламных компаний при работе, работе с одним заказчиком? Ага, значит, вопрос заключается в том, от чего зависит наша оплата, да, если вы работаете, настраиваете три рекламных компании, 10 либо 20, да, в этом заключается вопрос. Значит, смотрите, когда вы только берете клиента, иногда бывает сложно сразу оценить объем работы, потому что у клиента, во-первых, клиент может разрастаться, у клиента могут добавляться новые товары, новые услуги, у клиента могут добавляться новые площадки. Вот кто из вас сталкивался с тем, что вы берете клиента, он такой вам через месяц говорит, ой, вы знаете, Лен, вы так хорошо работаете, давайте вы мне еще Google настроите, а давайте вы мне еще ВК настроите, а вот у нас там еще товар пришел, давайте вы нам еще там миллион рекламных компаний настроите. Вы должны четко понимать, что когда вы устраиваетесь клиенту, ваша оплата, она не забита гвоздями, ваша оплата, она варьируется. И вы, вот видите, вы помните, какую я вам фразу сказала? Про собеседование. Я вам сказала фразу, Иван Иванович, сейчас я соглашаюсь на 150, но в дальнейшем, когда рентабельность будет хорошая, когда вы будете получать хорошие продажи, мы с вами заново обсудим условия моей работы. Вы помните эту фразу? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Как вы думаете, зачем я эту фразу говорю на собеседовании? Я эту фразу говорю не просто так. Я эту фразу говорю для того, чтобы потом иметь возможность сказать, Иван Иванович, у нас с вами в работу добавились новые компании, у нас добавились новые площадки, объем моей работы вырос в три раза. Посмотрите, какие классные результаты мы с вами получаем. Поэтому сейчас стоимость моей работы будет не 100, а 180. Понимаете, я сразу про это говорю, что в дальнейшем моя работа может стоить дороже в зависимости от объемов работы, которые я выполняю. Я всегда это обсуждаю с клиентом. Не бойтесь, пожалуйста, с клиентами разговаривать словами через рот. Если вас клиент взял за 10 тысяч, а через полгода клиент вырос с пяти компаний до 15, это значит, что вы тоже растете вместе с клиентом. Вы тоже говорите клиенту, Иван Иванович, посмотрите, какой путь мы с вами проделали. Посмотрите, как выросла наша рекламная кампания, посмотрите, какие результаты мы с вами получаем. Вот отчет по нашей работе. Кстати, повышать стоимость тоже надо уметь. Мы не просто так повышаем. Иван Иванович, здравствуйте, моя цена 180, а не 100. Нет, конечно. Мы даем отчет, какой результат мы сделали, каким результатом мы вместе пришли. И только после этого говорим, Иван Иванович, исходя из тех результатов, которые мне получается вам делать, стоимость моей работы со следующего месяца я хотела бы получать 180. Понятно, да? То есть наша оплата, она также растет вместе с проектом. То есть договариваясь о 15-20 тысячах, мы беремся за одну-две компании изначально. Нет, Елен, смотрите, у нас нет такого жесткого ограничения. За 15 тысяч ровно одна рекламная кампания. Вы должны понимать, что рекламная кампания может в себя включать, например, 500 групп объявлений, а может в себя включать две группы объявлений, вы же это понимаете. У нас цена зависит от количества ключевых запросов, с которыми мы работаем. То есть если вы, например, берете клиента и понимаете, что его семантика, его ключи, которые вы подберете, примерно будет там, ну в районе 500-1000, мы за это берем 20 тысяч. Если вы понимаете, что дальше аккаунт будет разрастаться там на 2, 3, 5, 10 тысяч ключей, либо вы будете подключать новые регионы, например, у вас, например, Москва, а потом вы в процессе будете подключать другие регионы. Но вы же за другими регионами должны отслеживать, следить за статистикой, оптимизировать другие регионы по аналогии с Москвой. То есть чем больше у вас ключей в аккаунте, чем более объемный аккаунт становится, тем больше вы берете за свою работу. Но у нас нет привязки 20 тысяч равно одна компания. У нас есть привязка 20 тысяч равно 1000 ключей, например. То есть вы со временем, вы поймете, сколько по времени вам стоит настроить одну рекламную компанию, например, на 500 ключей. Вы примерно это понимаете. И вы тогда сможете рассчитать примерно стоимость работы своего часа. Ну в среднем, да, чтобы на скидку, чтобы вы понимали. 20 тысяч рублей я беру за настройку рекламной компании, где будет там порядка 1000-1000 ключей. Если аккаунт дальше разрастается, и там уже там 2, 3, 5, 10, 20 тысяч ключей, например, ключи даже могут быть одни и те же. Ключи могут быть одни и те же, просто по разным регионам. Но вы же все равно должны отслеживать всю статистику, смотреть за реальными поисковыми запросами, проводить АБТ-тесты, тестировать гипотезы, смотреть, какие ключи работают, какие не работают по разным регионам. Вы же все это делаете, и чем больше у вас ключей, тем больше у вас работы. То есть сначала, сначала вы настраиваете рекламу, например, там на 1000 ключей, до 1000 ключей, скажем так, до 1000 ключей, это 20 тысяч в месяц. 15-20. Все, что больше, вы уже накидываете сверху. 25, 30, 35 и так далее. Понятно? Гелера ответила на ваш вопрос? Так, заявки идут. Супер, супер. Добро. Я прям, знаете, я когда писала вот этот курс, я прям восхищалась, потому что я пишу его, пишу его, пишу и понимаю, надо дать еще это, надо еще рассказать, как вести себя на собеседованиях, надо рассказать, как вести переговоры, надо рассказать, как удерживать цены, надо рассказать там, как отвечать на биржах, надо дать им еще 50 шаблонов, надо дать им еще шаблоны, как отвечать на HeadHunter. И у меня прям это, знаете, всплывает, 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 сколько всего вам надо дать. И я прям восхитилась тем, насколько крутой я вот это вот сделала, вот эту штуку, потому что я прям вот в каждом этом уроке буду давать вам по 10 шаблонов под каждые типы бизнеса. И вы дальше из этих шаблонов сможете делать что-то свое. Готовый аудит, готовую стратегию, готовый аудит по конкурентам. Все готовое, и ваша задача будет просто вставлять скриншоты. Так, эту связь я хотелось уяснить, спасибо большое. Супер! Друзья мои, я планировала час, мы с вами просидели 2 часа, и практически все остались до конца. Я вижу, насколько актуальна для вас эта тема. Я уже поняла, что живые эфиры – это очень круто, живые зумы – это очень круто. У нас каждую пятницу будут проходить зумы на разные темы, да, вы видели мое расписание. В следующий раз мы с вами поговорим о том, что делать со страхом. Мне не получится дать результата, я не смогу взять клиента на фрилансе, мы прям с вами с головой поработаем хорошенько. Дам вам всякие психологические методики работы с головой. Вот, и через одну зум-встречу у нас вообще интересный гость будет, как работать на зарубежный рынок. Притом вы уже сегодня поняли, что у меня, например, мои зарубежные клиенты – это русские ребята, просто у которых бизнес за рубежом, и которые платят мне в евро и в долларах, потому что у них бизнес за рубежом. Но это русские ребята. Кто из вас хотел бы поработать вот так же? Клиент вроде зарубежный, а говорить по-русски. Кому это интересно, поставьте, пожалуйста, огонечки в чате. Вот у меня прям возникла сегодня идея, что я должна вам это рассказать, как я таких клиентов заполучала. Вот у нас скоро будет с вами такая встреча. Огонечки, огонечки, супер. Ну что, давайте будем загругляться. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, как вам сегодняшний эфир. Насколько он был для вас полезен? Насколько вы получили новую информацию, которая немножко вам прояснила в голове, как грамотно, адекватно отвечать на вакансии? Дайте мне, пожалуйста, обратную связь, насколько вам было сегодня полезно? Гарная информация. Кратко, сестра таланта. Спасибо большое. Супер. Остальные, пожалуйста, кто стесняется, дайте мне обратную связь в чате. Классное время пролетело, и все супер. Больше зумов. Супер. Я вижу, насколько вам откликается идея с зумами. Очень благодарна. Супер. А запись будет? Не успела на начало. Да, запись выложу, но так как у нас случилась техническая проблема, ко мне придется склеить две части, первую и вторую, да, поэтому выложу запись чуть попозже. Интересно было, больше ясности стало. Супер. Очень полезно. Супер. Огонечки-бумбочки. Класс. Вы знаете, мне очень нравится с вами живые эфиры проводить. Когда ведешь вебинар, и все-таки меньше обратной связи, да, не видно вас вживую. Огромное спасибо. Очень ценные знания. Супер. Спасибо, что находите время на такие встречи и новые полезные курсы. Огонь. У меня, на самом деле, сейчас в голове вертится огромное количество курсов. Ну, как, не огромное, но у меня есть очень классная идея, о которой я вам чуть попозже расскажу. Просто бомбические идеи. Такого на рынке российским точно нет. Я зарядилась опять. Мотивируйте. Класс. Класс. Я очень рада, что вы получаете не только полезные знания, но еще и волшебные. Мотивационный пинок идти и закрывать этих клиентов и щелкать их, как орешки. Супер. Спасибо вам большое за вашу обратную связь. Все, давайте закругляться. Мне пора ехать за ребенком в детский садик. Планировала. Один час получилось, два. Все супер. Значит, ребят, кто идет ко мне на курс, еще раз кидаю вам ссылочку. Через неделю все будет готово. Все шаблоны, все конструкции, все записи и транскрибации моих собеседований. Все у вас будет. Поэтому поздравляю всех, кто уже купил, всех, кто уже с нами. Все остальные можете потом после зума зайти, внимательно посмотреть на эту страничку. Всем остальным большое спасибо. Хорошей вам пятницы. Развлекайтесь, отдыхайте. Пейте винишко. А в понедельник с новыми силами отвечаем на вакансии по новой методике, которую вы сегодня узнали. Все. Всем пока. Всех целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok